Всем привет! Рада очень, что участвую сегодня на данном мероприятии, потому что идея бабочки давно у меня лежит в закромах. Самый, наверное, популярный подарок, который был на 8 марта, и, в принципе, небольшой, и каждый сможет выполнить и сделать. Так что мы сегодня с вами потрудимся. Ой, девчонки, привет! Привет тот, кто пришел вместе со мной. Моя поддержка. И также приветствую тех, кто участвует, слушает меня впервые. Будем творить вместе. Я не буду долго говорить, рассказывать. Сразу хочу немножечко показать то, что я предлагаю, потому что процесс работы у нас будет такой достаточно трудоемкий, длительный, и в конце показывать будет уже как-то скучно. Так, девчонки, переключу немножко на презентацию. Секунду. Как же я нервничаю. Как будто я участвую в первый раз. Так. Ну, еще раз всех приветствую. Это я. Я и кусочек моей мастерской. И я предлагаю дружить, так как я достаточно дружелюбный человек. Вот. И веселый, счастливый такой всегда. Рада всем. Рада общению. Всегда стараюсь помочь, если вдруг возникают вопросы. Так что, девчонки, дружим. Дружим и создаем вместе красоту. Ну и по традиции сразу перейду к продажам. Потому что не могу это все откладывать на задний план. Лучше я поработаю подольше. Итак, первое, что я предлагаю. У нас недавно состоялся великолепный курс выходного дня. Подарки любимым. И в коллекцию данного курса вот входило такое панно. Лямур. Сделанное в эко-стиле. Очень вкусный, очень классный. Работа с тканью, работа с бамбуком, с кофем. Кофе молотый, кофе в зернах. Даже немножко мы тут и красили. То есть красочку. Ну, почувствовали себя художниками. Вот. Сейчас данная запись буквально горяченькая. С пыл с жару. Можно приобрести за 570 рублей. Дальше. Ну, данная запись можно через данный марафон по более низкой цене. Сама запись стоит вот сейчас 900 рублей. То есть поспешите. Ну, буквально несколько дней, и у нас цена будет намного выше. Так, это первое. И второе. Также входил у нас в курс. Я вот сейчас вам прям вживую покажу данную композицию. Это тоже композиция. Композиция в стиле свит-дизайн. Стоимость сейчас со скидкой 630 рублей. Мастер-класс называется Капели. Приурочен к празднику 8 марта. Очень много фишечек в данном мастер-классе. Здесь и бумажная пластика, и прокраска самих цветов, и пластика проволочная. Ну, то есть вот такие вот очень необычные изюминки в изготовлении. На данный момент данная композиция является моей любимой. Вот. Со скидочкой сейчас она продается 630 рублей. Вы можете приобрести через данную конференцию. Вот. Тоже была в коллекции курса выходного дня у нас. Ну и все. Я возвращаюсь к вам. Так. Сейчас я вживую покажу вам данную композицию. Так. Меня видно, слышно? Только звук. Девочки, меня видно. Кто, кому я... Поставьте плюсики, если видно. Так. Я показываю данную композицию. Я немножечко прям к вам разверну ее. Вот. Это вот как раз капели, которые мы создавали. Все нормально, здорово, молодцы. Спасибо большое. Данная композиция как раз и создавалась на 8 марта. Вот. У нас такие вот переплетения весенние, весенние капели. Вот. Прокраска очень такая, ну, эффектная, красивая. И самое, что вот необычное, да, то, что она делается достаточно быстро. Быстро. И когда мы творим, мы творим со вкусом. Если что-то не получается, мы тут же связываемся с мастером. И мастер вас консультирует по данной композиции. Так что те, кто приобретает даже в записи, они как бы приобретают не просто мастер-класс, а также приобретают мою консульсацию. Так. Это вот у нас. Панно, к сожалению, показать не могу. Панно уже живет у своей хозяйки. Вот. Но вот композиция пока что готовится к 8 марта. Так. Ну, что мы творим? Потому что у нас, ну, задумок у меня, конечно, много. Хотя и композиция, которую мы сегодня с вами будем делать, она, ну, как-то более как для презента подходит. То есть ничего такого глобального. Ну, пока вот я сидела, думала, но придумывала, конечно, много. Ну, что, я сейчас переключаю камеру, и мы с вами делаем красотищу. А хотите, я вам еще покажу красотищу? Смотрите. Вот букетик. Ну, это букет как бы тоже у нас с курса. Вот. Курс у нас достаточно длинный, большой был. Вот. То есть с девчонками мы делаем такую красоту. К сожалению, сегодня я работы девочек не буду показывать. Показала свои работы. Ну, что, давайте переключаемся и творим. Уже руки чешутся. Так, что я хочу показать. Ну, во-первых, по бумаге вы получали все списки по материалу. Но, как таковой, да, то есть смотрите сами. Может быть, у вас чего-то нет, можно заменить на какую-то другую бумагу. Не нравится цветовая гамма, тоже работайте с той цветовой гаммой, которая подходит и которая нравится вам. Итак, у нас бабочка. У нас бабочка будет необычная, да. У нас, как вот у меня приходит заказчик и говорит, мне нужна композиция, ну, как ручной букет, но чтобы стояла где-нибудь на столе. То есть можно было поставить. Вот в данном случае я как раз вам сегодня и покажу, как делать такие, такого плана основы. Я говорила приготовить картон 30 сантиметров длины, 10 сантиметров ширины. Картон 25 на 25, можно больше. Вот, в данном случае у меня будет небольшая бабочка, поэтому картон 25 на 25. Маленькую заготовочку 7 на 7 сантиметров. Вот, в данном случае, так как у меня небольшая, и размеры тоже небольшие. Вот. Начну я, наверное, с самой подставочки, потому что будем, как бы, ну, с нее плясать, делать. Для работы с картоном нам понадобится строительный нож, обязательно хороший строительный нож. Так, секунду, куда-то я уже делала плоскогубцы. Ладно, неважно. И ножик должен быть достаточно острый. Если только у нас что-то где-то затупилось, это вы поймете, когда будете прорезать картон, мы отламываем деление у данного ножа. То есть берем, есть у него там специальные такие... Все. Отломили и работаем дальше. Как понять, что необходимо отломить данное деление? Ну, картон начнет заминаться. Я работаю с толстым переплетным картоном или обложечным 2 миллиметра. Где брать? Берутся в магазинах для художников. Где-то в магазинах, которые занимаются скрабукингом. В Леонардо есть и есть такая компания Берег. Она, конечно, не одна, есть и другие. Но компания Берег, она есть во многих... Ну, филиалы есть во многих городах, поэтому у них можно приобрести такой картон. И достаточно дешево. Вот. Значит, что я делаю? Вот это будет у меня так называемая ножка, которая будет стоять на столе. То есть то, на чем... Вот, в принципе, чего заказчик нашей хочет. Значит, я беру картон. И так как у меня 7 сантиметров, квадратик, переплетный картон от художественного, а ничем. Екатерина, есть еще так называемый пивной картон. Вот. Он рыхлый, он очень ломается. Переплетный картон вы можете встретить в толстых папках, в канцелярских папках, куда подшиваются наши... Ну, там, не знаю... Ну, что-то подшивается, какие-то документы. Вот. Вы, в принципе, если у вас есть такие папочки, можете раздербанить такую папку. У меня их тоже куча, я их тоже, дербаня, использую. Сейчас мы в процессе работы, и я... Ну, немножко, когда отдыхать будем, буквально на пару минуточек, я вам покажу такой картон. Вот. Художественный, в художественных отделах, вот он тоже продается для каких-то своих работ. Может быть, один и тот же, что художественный, что переплетный. Есть, правда, еще пивной. Я еще раз на нем обострю внимание. Пивной картон, он белого цвета и очень рыхлый. С ним работать плохо, потому что он ломается, и он легче, чем обложечный. Но я не люблю с ним работать. Значит, что мы делаем? Я беру линеечку и отмечаю 7 сантиметров. Даже вот сейчас покажу вам. 7 сантиметров, 7 сантиметров, 7. И 7 плюс 0,2 миллиметра. 0,2 миллиметра – это как раз толщина картона. Вот. Вот я отметила. Дальше что я делаю? Я одно деление оставляю. Давайте делаю даже фломастером. С помощью фломастера вам покажу. Одно деление оставляю свободным. Беру линеечку, отмечаю 5 сантиметров, 5 и 5. Так вот. 5 и 5. Провожу здесь линию и соединяю угол с точками на прямой, на противоположной прямой. С одной стороны и с другой. Ну, а дальше я беру ножик и должна вырезать вот эту детальку и отрезать кусочек. Он нам не нужен. Так, спасибо большое. Это в магазине сказали, что они одинаковые, просто художественные бывают. Катерина, я первый раз с таким столкнулась, что в магазинах говорят, что художественный. Вот, может быть, просто его так обозвали и осталось вот на слуху, что вот это художественный. Он бывает вообще разной толщины. Он бывает, там, не знаю, 2 миллиметра, 1 и 25 миллиметров, 3 миллиметра. Так, и немножко о том, как режется картон. Если у вас хорошо заточен нож, то есть вы деление убрали, картон может прорезаться, ну, достаточно легко. И много усилий на прорезку не надо, не давите ножом, просто возьмите и несколько раз проведите. Вот я беру, да, и несколько раз провожу. Все, он у меня отрезается прям очень легко, как по маслу. Потому что если вы надавите, ну, можете себя чем-нибудь поранить. Вдруг соскользнет у вас от усилия ножек. Поэтому я вот, как бы, не советую давить на основу. Так. Все, деление я вот это убрала. Осталась вот такая. Переплетный серый, художественный, кажется, с белым покрытием. Ну, есть, да, есть они с покрытием, но это тот же самый переплетный, просто он грунтованный. Вот. То есть есть картон с покрытием. Я не пользуюсь картоном с покрытием, потому что я, ну, у меня уже картон, мне нужен картон для того, что я сама его декорировала. Так. И теперь что делаем? Вот эти деления, которые я провела, мне нужно чуть-чуть надрезать. Их резать не нужно. Провести достаточно два раза. Вот. Как бы мы немножечко его надрежем для того, чтобы сложить нашу ножку. Теперь мы просто с легкостью берем и складываем. Вот. Вот такая вот ножка, которая имеет небольшой скос. Что делаем дальше? Ну, мы должны прикрепить основу к ножке. Основа у нас получается внутри, ножки. Вот так вот. Вот. Все это закрепим с помощью термоклея. Наконец-то мне разъяснили. Спасибо, Наталья. Екатерина, пожалуйста. Я просто удивлена, что в магазинах у вас, вам не разъяснили это. Я креплю с помощью термоклея. Но вообще, по-хорошему, если бы у меня было время, я все это закрепила с помощью ПВА. Строительный ПВА. Отличная штука, всегда есть под рукой. Вот. Так как мы цветдизайнеры, вам проще работать с термоклеем, будем работать с термоклеем. Итак, что я делаю? Я сейчас просто аккуратненько вот так вот приклею. то есть я наношу термоклей внутрь, прикладываю аккуратненько, чтобы со всех сторон был приклеен. И закрываю всю остальную сторону. Так. Не успел, не успел. Ладно, хорошо. Вот сейчас. И боковинку. Боковинку закрепили. Вот мы коробочку нашу сделали, на которой будет наша бабочка. Вот. То есть вот как раз вот эта основа, она и будет та сама основа, которая вот стоит на столе. Ну и дальше на ней будет находиться вся наша композиция. То есть она будет, ну, как, знаете, декоративная такая, интерьерная почти. Давайте мы перевернем, посмотрим. Смотрим, на какой высоте. То есть я вот смотрю ниже, выше, выше, ниже. То есть здесь уже не играет. Можно на титан склеивать, Марии, но если у вас есть термоклей, не ждите, клейте на термоклей. Мы сейчас будем ее декорировать, поэтому термоклей в принципе у нас никуда не денется, наша коробочка. Так, вот таким образом мы сейчас должны определить, как бабочка. Можем ниже, можем выше. То есть тут любое желание, то есть по-любому, где хотите, как хотите, так расположите. Вот я примерно вот так вот отмечу. Посмотрела, да. Серединку определила, чтобы в серединке было. Беру. Я как бы, ну, немножко для себя пометочки сделаю, что вот здесь вот у меня будет основа. Все. Убираю. Вот примерно вот так вот у меня располагается основа. Так. Это мы теперь пока уберем до декора. И мне нужно сделать бабочку. Эскиз делаю. То есть я беру листочек. Я уже здесь на одной стороне начала делать эскиз. Сейчас я вам покажу. Вот разворачиваю к вам. Складываю пополам. Отметила здесь серединка. И дальше следующим образом отмечаю. Значит, разговорю размеры. Значит, 11 сантиметров. То есть вот здесь вот. Вот эта сторона 11 сантиметров. Это нижняя часть. Верхняя. Ну, верхняя там получается 14 примерно. Где-то. Ну, 11 сантиметров. Серединка у нас сколько там? 12 с половиной. То есть 12 с половиной. 11 с 12. Вот здесь вот этот центр. Вот. Вот этот центр. Нижнее крыло бабочки. Верхнее крыло бабочки. И теперь я нижнее крыло бабочки. Вот у меня квадратик есть. Я вот его отметила. Просто я беру и делаю глаз. Рисую глаз. Плавненько, плавненько. Срезаю вот один из этих углов. Вот этот угол. Срезала. То же самое я рисую здесь. Это у меня глаз. То есть вот такая вот. Такой листик. Дальше верхняя часть. То есть вот у меня прямоугольник. Здесь верхняя часть немножко посложнее. Я сначала нарисую диагональ. Так, девчонки. Не могу я его удержать. Он у меня катается. Буду показывать вот так. Вот. Рисую диагональ. То есть от этой точки до центра. Рисую диагональ. И теперь посередине где-то примерно 2,5 сантиметра. Здесь вот отмеряю 2,5 сантиметра. И провожу от центра провожу такую вот прямую, кривую. Ну а дальше мы как бы должны, да, все-таки плавненькое крылышко. Поэтому здесь у нас ровненькое крылышко. Не доходя 4 сантиметра. Ну даже не 4, пусть будет 3, не доходя 3 сантиметра. Вот я сейчас попробую вверх ногами нарисовать. То есть вот это вот. Я срезаю уголки и завершаю крылышко бабочки. Вот. Ну это вот я сегодня зарисовала. Вот сегодня будет такая форма. Я хотела отделить их и сделать отдельно. Но потом подумала, подумала, нет. Давайте сделаем не отдельно, сделаем сами крылья вместе. Пусть они будут вместе. Но мы отделим вот эту зону. То есть мы возьмем, поделим пополам. И я хочу крылышки немножко расставить. Это делать не обязательно. Вы можете форму бабочки сделать. Вырезать отверстие. И приклеить к основе. Все. Но я хочу немножко крылышки расставить. Чтобы моя бабочка на самом деле была более такая воздушная. Поэтому я делю пополам 12,5 сантиметров. Здесь 12,5 сантиметров мешается. 12,5 сантиметров здесь. И отрезаю. Я посмотрю. Может быть сейчас я подумаю. Да, отрежу и крылышки отдельно сделаю. Потому что у меня была такая идея. Но пока я ее разделю пополам. Так. Ножик. Теперь я вырезаю детальки. Что ж, какой бумага крутится. На тонкой-тонкой бумаге делала. Она вот у меня крутится. Сейчас мы... Сейчас отрежу ее, чтобы она не крутилась. У нас было плотнее брать. А я вот что-то в попыхах сделала на такой. Ну ладно. Так, одна сторона у меня готова. Так, девочки, добрый вечер. Кто подходит? Так, вот у нас одна сторона бабочки готова. Где у нас? Здесь у нас низ был. Здесь вверх. Вот мы ее сейчас и переведем. Переведем. Приложили. Так, все прыгает. Аккуратно переводим. Форму бабочки вообще можно взять из интернета. Любую, понравившуюся. То, что вам понравится, взять и как бы сделать крылышки любой формы. Так, одна. Сейчас так вот скрестили, посмотрели. Так, вот здесь вот будет пересечение. И вот здесь вот. Переложили. В зеркальном отображении. Рисуем дальше. Так. Как мы сейчас будем вырезать эту бабочку? Вот поэтому ножик должен быть всегда хорошо заточен. Потому что работать иногда приходится. А я вот очень люблю работать с картоном. Я сейчас вам покажу то, что мы с девочками делали. Какие кашпо мы делали. Именно в технике картонаж. Вы знаете, это просто бесконечная, не знаю, бесконечная идея, фантазия. То есть это, ну, очень удобный материал. Ну что, давайте вырезать. Я аккуратненько, не надавливая, я провожу несколько раз по одному и тому же месту. В принципе, если картон 2 миллиметра, я вот сейчас вам покажу, да, если картон 2 миллиметра, мы можем его даже ножницами порезать. Вот. Насчет острых краев. Точнее, не острых, а неровных краев. Я сейчас вам тоже расскажу. Вы режете на мате, ему ничего не будет. Нет, Катерин, это специальный мат. Я, кстати, тем, кто работает, вот по, ну, будет, да, если тем интересно будет именно картонных заготовок, то, девчонки, приобретайте вот такой вот мат. Он самовосстанавливающийся. С ним работают скраперы. Он, ну, классная штука. Вот смотрите, 2 миллиметра я, в принципе, могу порезать ножницами. То есть некоторые круглые такие вот вещи, небольшие, я могу ножницами порезать. Формат маты бывает разный. Поэтому, если вдруг, не знаю, захотите, вы приобретайте, не пожалеете. У меня на таких матах ребенок труды какие-то делает, пластилины, пластилином лепит. Хотя я не советовала, конечно, такие вещи делать. Вот, но бывает. Так, здесь я чуть-чуть надрежу, потому что неудобно резать. Так вот, в одну сторону. Закончу, наверное, ножиком уже. Вот у меня была идея вообще все вот эти лепестки отдельно отрезать. На 8 марта подарок сделать тебе. Екатерина, я совершенно согласна. Хороший, хороший подарок. Я вот себе сделала подарок. Я купила мат себе. Ну, не сейчас, да, в прошлое, в прошлое 8 марта. А может, не 8 марта, не помню. Я купила мат большого формата. Вот этот, сколько, А3. А я купила А2. Хороший такой. Прямо вот так. Здесь тяжело резать, конечно, с такими переходами. Но можно постараться. Если у вас картон более толстый, конечно, здесь тяжело уже будет. Ну, вот у меня вот такой. Крылышки мои, мои бабочки готовы. Я сейчас лишнее все выброшу. Вот такие детальки не выбрасывайте. Они могут куда-то пригодиться. Например, вот такие вот. Маленькие крылышки бабочки можно сделать. Два крылышка. Вот если дремя останется, мы сделаем. Ну, не останется, не останется. Так, вот. Теперь мы берем основу и приложим, посмотрим. Вот у нас она внизу, да, должна была быть. В принципе, мы немножко расставим бабочку. Вот, и нам нужно будет дырочку прорезать. Вот так вот, да. Нам не хватает для того, чтобы наша, как бы, композиция внутри формировалась, да, нам не хватает места. То есть, если мы бабочку вот так вот приклеим, где мы будем что ставить, расставлять далеко не хочется. Поэтому я вот расставила бабочку на где-то, ну, два сантиметра друг от дружки. Можно ее вот так вот поставить, смотрите. То есть, выбираем, как хотим. Ну, так нет, конечно, ну, вот так вот. Значит, вот так поставили. Посмотрела я где-то дырочка у меня здесь. Отметила себе. Можно прямоугольник, можно полукруг такой. Я вот отметила полукруг. Можно в размер, можно чуть меньше. То есть, отступаю сантиметр, сантиметр. И не доходя тоже сантиметр. Вот я сделала себе овальные такие вот, нарисовала. Вот я их сейчас должна буду прорезать. Не отправляется приветствие? Куда они отправляются? Ирина, отправилась сообщение. Приветствие куда они отправляются? Так, я попробую прорезать. Не очень получается, ну, ладно. Прорезала. Хорошо. Очень хорошая физкультура для наших рук. Вот когда толстый картон режем. Здесь мы не боимся, потому что все равно сейчас будем декорировать. Вот. То есть, сейчас приложим вот как раз вот в этот прямоугольничек, где у нас мы удовозначили. Ну, вот так давайте приложим, посмотрим. Вот так вот у нас было. Вот так вот мы приклеим нашу бабочку. Вот. И будет туловище у нас. Получилось! Здорово! Ну, привет, Ирина! Так, девчонки, ко мне на «ты». Сразу говорю, мои девочки все знают, мы когда работаем очень долго, вот, плечом к плечу. Мы с вами почти коллеги, поэтому давайте общаться мило, дружно. Итак, декорируем. Я хочу сделать, ну, здесь на ваше усмотрение, вот у меня есть либо зеленый цвет, либо фиолетовый. И то, и другое будет красиво. Вот. Но у меня цветочки будут фиолетовые, хочу сделать фиолетовые. Тогда саму бабочку сделаю зеленую, вот. А небольшой декор на бабочке сделаю фиолетовый. Вот такой вот жгутик мы с вами сделаем. Ну что, давайте, пока есть время, убираем мат. Он мне не пригодится. Доставим бумагу. Зеленый салатовый цвет, это салатовый цвет, это цвет, как бы, ну, весенний, да. То же самое, что и желтый лимонный. Клеем я бы рекомендовала клеить, наверное, вот так, или горизонтально. Как лучше нам сделать бабочки. Да, наверное, давайте я горизонтально не очень красиво, давайте вертикально. То есть гофрировка находится вертикально, и мы сейчас ее приклеим. Но, смотри, девчонки, я буду клеить изнаночную сторону. Приготовили кусочек какого-нибудь картона. Так вот. Если у вас есть хороший клей-карандаш, можете приклеить на хороший клей-карандаш. Я буду клеить термоклеем. Для того, чтобы термоклей ровно ложился, я вам сейчас покажу небольшие секретики. Значит, что мы делаем. Ну, я посмотрела. Так, изнанка, да, у меня будет. То есть я сначала изнанку буду клеить. Отрезаю. Составляем сантиметр со всех сторон. Отрезали. И так вот, потихонечку клеить. Отодвигаю. То есть вот у меня рука лежит. Левая рука – это наш помощник, правая – рабочая. Наношу, беру термоклей. Наношу вот так клей. В хаотичном порядке. Пока он горячий, я провожу и приклеиваю. То есть у меня картон, он равномерно укладывает мой клей. Никаких полосок не остается. Вот, с одной, с другой стороны. Но это нужно сделать достаточно быстро. Вот, никаких бугров, ничего не остается. Ну, продолжаем. Вот я наношу. Так, и здесь. Если у вас есть, конечно, хороший карандаш фирмы, например, Уху, Момент, там, не знаю, каких-то немецких фирм, то там, да, там берете клеющий карандаш. Клеющий карандаш, приклеивайте вашу бабочку. Вот, у меня под рукой не оказалось, у меня ребенок-любитель поклеить. Вот, поэтому делимся клеем. Так, теперь я вырезаю сантиметр. Он будет у нас загибаться вовнутрь. Ну, наружу, да? Так. Очень много. Так. Что касается углов. Угол отрезаю по косой, не доходя 2 мм до картона. Точно так же все-все-все вот так вот углы мы сейчас обработаем. Так. Сейчас загну, предварительно загну, чтобы мне потом проще было. Так, это большой. Вот здесь вот прям немножко надорвем. Вот я вручную надорвала. Лучше так вот солнышком отрезать. Так, все. Теперь приклеиваем. Так. Клей. Наношу клей по краям. И приклеиваю. Приклеиваю. Одной рукой клеим, другой придерживаем. Клеим, придерживаем. Чтобы наш термоклей не отстал от основы. Так. Здесь вот все эти деления проходим. То есть мы вот таким образом, гофрированной бумагой, закрываем всю-всю нашу основу. Пока, я думаю, все понятно, да? Я так думаю, что цвет-дизайнеры, кто букетами занимается, они уже такие процедуры проделывали неоднократно, поэтому... Здесь все понятно. Вот так. Так. Немножко с той стороны. Так. Вообще бумагу можно взять любую. Не обязательно. Это гофрированная бумага, просто гофрированные у нас в изобилии, кто занимается букетами, поэтому я вот взяла такую. Так. И второе. Второе. Так. Сейчас я так вот оклею. Вырежу. Вот эти вот заготовочки, которые мы отрезали, их тоже не выбросили. Ну, теперь давайте с этой стороны будем клеить. Вот так вот, наверное. Я, наверное, начну с этой. А краешки не будем пока проклеивать, то есть не доходя где-то 5 миллиметров. Не доходя 5 миллиметров, я вот наношу термоклей. Также взяла бумажечкой, приложила. Развернула, как мне удобно. Опять здесь вот, вот эту сторону. Раз. И приклеила. Здесь. Ну, и потихонечку мы с вами уже почти все приклеили на одном крыле. Сейчас будете ждать, пока я буду клеить второе крыло. Так. Здесь можно немножко подрезать. Немножко раз. Так, а теперь мы все это берем и аккуратненько прям в край, в край, в край, в край подрезаем. Можно даже под таким вот небольшим углом для того, чтобы чуть-чуть, вот у нас вот этот вот край, ну, как сказать, обрезан был получше. Где-то не доходил 5-2 миллиметра. Вот, то есть, ну, с внешней стороны находился. Зачем, я вам сейчас объясню, расскажу. То есть я вот так вот образом, таким образом все отрезаю ненужное. Такой небольшой презент у нас получится. Ну, здесь уже, здесь уже, как у нас получится, так и подрежем. Так, отрезали. А теперь декоративная часть данного крыла. Что можно взять? Можно взять нашу... Нет, девчонки, у нас не было выкройки, все на глаз делали. Буквально при вас делала. Можно взять нашу любимую шанель и накладывая сверху, вот где мы прямо отрезали, вот этот вот край, не сбоку, не надо обыгрывать ее сбоку. Вот, она некрасивая, она корежится, она, ну, некрасиво ложится. Надо ее просто приложить и сверху приклеить. Это тесьма. Дальше, что вы можете еще сделать? Вот, я сплела такую вот косичку из гофрированной бумаги фиолетового цвета. Сейчас еще раз сплету, но сначала приклею. И вот такой вот фиолетовой косичкой я обыграю бабочку. Покажу фиолетовую косичку. Вот. Вот ее я сейчас и прикреплю. Бумага к бумаге липнет отлично. Сверху, прям по краю. Тем самым мы закроем бумажку, которую мы отрезали. И у нас и с внутренней стороны будет аккуратно, и с внешней стороны будет идеальная. Вот я наношу клей. Если излишки клея есть, раз, провели, излишки клея убрали. То есть бывает такое, ну, пистолет раз, у вас больше всего, ну, взял и капнул больше, чем нужно. Поэтому имейте какую-нибудь картонку перед собой, какую-нибудь бумажечку, картоночку, и лишний клей просто берите и убирайте. Вот я вот взяла фиолетовую косичку и так вот прикрыла все наши швы, так скажем. Вот она вот очень хорошая. Мне нравится декорировать именно бумажной косой. Она не сразу поймешь, что это, потому что она выглядит как натуральный сухоцвет. Сейчас я в актере вас буду плести такую же косу. Так, вот здесь вот торопилась, бумажку немножко не подклеим. Ну, ладно, ничего страшного. Ладно. Так, немножко не хватило. Вот. Так, угол, вот этот угол мы просто берем вот так раз и разворачиваем. Вот что я сделала с углом. Я не стала его вот так вести, я просто взяла его и перевернула на другую сторону, и он у меня очень хорошо лег. Показываю. Девчонки, у меня все пальцы уже в клею. Так, все, вот эту вот сторону я сейчас отклею. Может ее сюда, правда, завести? Нет, отклею я ее. Ой, отклею, отрежу. Вот. Ну, вот у меня 5-50 сантиметров гофрированной бумаги по длине как раз на бабочку ушло. С одной стороны. Сейчас косичку буду делать с другой стороны. С другой стороны, с нижнего крыла. Значит, что мы делаем? Я беру гофрированную бумагу, какой хотите. То есть зеленый цвет, он хорошо смотрится с красными, с оранжевыми, с фиолетовым, цветом с розовым, цвет фуксия. То есть, в принципе, вот такой весенний цвет, он ярко-салатовый. Он, ну, со всеми контрастными цветами хорошо выглядит. Вот, поэтому выбирайте, ну, яркий какой-нибудь. Отрезаю сантиметр, можно полтора, три полосочки. А хотела заранее приготовить, но не успела косички приготовить, поэтому вот часть косичек буду при вас сделать. Дальше беру эту косичку немножко скрутить. Можно все скрутить, чтобы, например, не мучиться, взять их все-все-все скрутить. Вот, все три. Для чего я это сделала? Для того, чтобы, ну, немножко гофлировку ужать, чтобы косички не были плоскими. Я их скрутила. Вот. Немножко вот так вот вытянули их. Так вот. То есть, мы саму гофлировку ужали, она стала тоненькой, потоньше. Вот. Вот я ее так вот ужала. Хвостик сейчас зацеплю на термоклей. То есть, все три зацепила. Вот. Косы умеем плести, куклам плели. Ну, и дальше вот я плету. Что-то у меня мусора много. Вот такие заготовочки, кстати, вы можете сделать любого цвета. Такие косички любого цвета сделать. Пока сидите, там, сериальчик свой смотрите. Накрутить на какую-нибудь бобину или там где-нибудь спрятать у себя там какой-нибудь коробочки. Вот. И когда необходимо для декора, где тесьма нужна, вы можете использовать косички. Вот я ее сплетела. Смотрите, какая красота получается. Для декора смотрятся они вообще классно. Не надо тратиться на тесьму. Мне вот очень часто я использую вот такое плетение. Очень быстро, очень, в принципе, просто. Не забываем вот так вытягивать. Когда вытягиваем, наша косичка, ну, ровненько становится. Вот, мы сейчас ждем, ждем. Сейчас я доделаю ее. Вот я сейчас думаю, скорее всего, еще на основу сделаю косичку эту. Потому что надо будет. Хотя я же могу там и травку расположить. Я сейчас подумаю. Идей много, как всегда. Хочется воплотить. Тем более, я сейчас не просто показываю вам. Я делаю подарок на 8 марта. Так, и всегда будет нужный цвет. Совершенно верно, Лариса. Всегда будет нужный цвет. Потому что, знаете, вот вы не набегаетесь еще какую-нибудь необходимую тесьму. Вот. А это вы, ну, знаете, у вас там, например, конфеты фиолетовые. Сделайте необходимое. Самое простое вот это плетение. Скажите, у кого в детстве косы были? У кого сейчас длинные волосы? Есть у вас такие? Я вот часто вспоминаю свои косички. У кого-то вообще вот сейчас вот, кто сегодня присутствует уже во взрослом возрасте, оставались длинные волосы? Есть такие вот среди нас? Есть чем похвастаться? Говорите, хвастайтесь, пусть мы вам позавидуем. Оксана говорит, у меня. Это в детстве у тебя? У меня вот тоже было. Наталья, привет. Уставшие, голодные к нам. Светлана есть. А, Светлана, ну да, у тебя это хорошие длинные волосы. Ну вот, вот у нас вот, нам нечем похвастаться, мы с вами. Вот у меня вроде как до плеч, а иногда так хочется длинные, длинненькие. У моей снахи Веры длинные, у Натальи длинные, у Елены длинные. А, ну да, да, девчонки, я не подумала. Да, вы мои хорошие, сижу и завидую. Наверное, буду отращивать. Сейчас пойду еще раз, постригусь коротко. И в очередной раз буду отращивать. Хобби такое. Кстати, она говорит, у меня были классы до последнего курса училища, ниже поп. Ой, Татьяна, ой, какая красота. Я тоже хочу. Это волосы такие, вот я завидую всегда тем, у кого, конечно, хороший волос. Ну, в положительном плане завидую. Вы, конечно, умнички. Вот у кого и дочек тоже. Вот у меня, дочки, я волосы отрезала. Мы что-то как-то челку стали резать и отрезали совсем все. Так, вот здесь вот я, в принципе, могу кончик этот отрезать и оставить небольшой нахлест. Вот, что сделать с этой стороной? Ну, хотите, давайте ее тоже задекорируем. Ну, пусть уж будет красиво везде красиво. Значит, опять сейчас покажу, как эту сторону. Вот я наношу термоклит на фиолетовую сторону, да, и его просто загибаю. То есть я не вот так загибаю, а загибаю как бы уголком. Так с ним удобнее работать. И вот так вот потихонечку прикрепляю. Где-то все косы были, потом отрезали, теперь снова отрастила. Хоббит-то такой, то короткое, то косо до пояса. Не, у меня хобби отращивать. Я отращиваю, отращиваю. В какой-то момент я понимаю, что у меня уже надоело и иду стричься. Потом у меня до следующего отращивания. То есть мне не хватает на то, чтобы отрастить. Так, у Галины косы. Если на стул садилась, волосы до пола. Девочки, дразните, как? Мне хватает дочи, Оксана говорит. Ну, ладно. Не, ну, дочки, да, дочки с косами. Так, ну все, задняя сторона у нас аккуратненькая, передняя сторона вот такая вот бабочка. Так, теперь быстро, прям очень быстро делаю вторую сторону. Вот, и декорируем основу. Как раз повторим. Лариса говорит, была до колен, на первом курсе отрезала. Жалко было. Конечно, жалко. У Галины две дочки с длинными волосами. Так и не научилась плести. Я тоже не умею. Вот поэтому, наверное, я и отрезала ей волосы. Так, вот здесь вот у меня немножко не хватает. Значит, это останется. Буду клеить вот в этом месте. Так, сейчас я приложу. Сейчас, секунду, я посмотрю, какой стороной. Так, это у меня лицо, а мне надо красивую изнанку сделать. Значит, я вот таким образом ее и прикрепляю. Оставляем. Нет, что-то не так. А, изнанка. Вот все правильно, вот так. Все. Кто-то стал уже не так делать. Где-то сантиметр оставляем. Так, девочки, кто приходит, привет. Так, сейчас мы ее так разложим. Перекидываем опять. Беру картонку. Можно новую картонку, если уже здесь много клея. Наношу термоклей. Беру картонку. Провожу. И приклеиваю. Потом переворачиваю. Ну и на автомате мы с вами, как на производстве, быстро-быстро. Не успели, конфетка убежала. Вот мы с вами вот так вот сейчас будем трудиться. Как на конвейере, где шоколадки наши изготавливаются. Не успели, все. Здесь то же самое. Не успели. Все, клею. Так. У Юли аж три дочки. Какая Юля счастливая. И все до пояса. Все, я своей дочери отрощу до пояса тоже. А то мы взяли как-то так это сразу раз. И перестали заплетать косы. Помним, да? Уголки отрезаем, не доходя где-то 2 миллиметра до края. Вот здесь вот подрезаем. Сейчас сначала вот так вот сложу. Так. Здесь подрезаем, где у нас центр бабочки. Обязательно сложим. Я делаю быстро. А вы когда будете делать? Вы все-таки в спокойной обстановке. Делайте все это аккуратно. Не обожгитесь. И плюс так, чтобы ваш клей нигде не выглядывал. Вот. А мне вот интересно, кто-нибудь из моих девочек, вот кто на занятия приходит, кто же со мной давно, приготовили краски для покраски. Будем сегодня красить что-нибудь. Я вот положила, но не знаю. Если времени не хватит, покрасим. Потому что в последнее время, вот, ну, если честно, да, мне не хватает цвета гофры, в гофре, в бумаге. То есть мы когда декорируем, она все равно какая-то плоская. Вот. А хочется более интересных каких-то оттенков. Вот я вам сегодня сейчас еще расскажу о покраске гофрированной бумаги. Чем красить? Как лучше красить ее? И, ну, в принципе, хочу сказать, что бумага не боится покраски. Можно. Можно таким образом сделать шикарные вещи. А я вообще, как бы, ну, художник, да? Поэтому, где можно приложить кисть, я прикладываю. Ага, наготове краски всегда под рукой. Хорошо. Косыплеток. Светлана косыплеток. Здорово. Так что, девчонки, кто сейчас просто смотрит, попробуйте просто поплести косички. Попробуйте, посмотрите. Может, что-то у вас получится, что-то не получится. Может, сразу какие-то вопросы. Вот для экономии возьму сейчас вот здесь. Вот так режу. Так вот так. Прямо ровненько. Замечательно. Сразу возникнут вопросы. Вот это все не выбрасываем. Это нам пригодится. Так, сейчас, наверное, клей придется наставать. Да, есть, приготовил. Нет, Леночка, выкройки нету. Девочки, выкройки нету. Выкройки посмотрите потом в начале занятия. Я просто, ну, как бы от руки рисовала при вас. Просто говорила вам размеры. Выкройку можете взять любую. С интернета скачать любую бабочку, понравившуюся. Набираете. Бабочка в векторе. И у вас куча-куча красивых бабочек, разной формы, разного размера. И вы можете экспериментировать с ними. Я просто не люблю одни и те же делать. Вот сейчас мы простенькую делаем. А завтра вот я встану, у меня там идея сделать какой-нибудь, не знаю, хамелеон там, или еще что-нибудь такое. Какие-нибудь там есть интересные. Я в бабочках не разбираюсь. Есть интересное очень название бабочек. Леночка, нету выкройки. Марина, привет. Да, без красок нельзя. Если я изделие, которое какое-то делаю, и не попачкаю руки, это все, это значит, я не получила удовольствие. Пачкать можно руки, чем угодно. Хоть термоклеем. Вот у меня пока с вами работа, у меня все пальцы в нем. Он такой липучий. Так. Что там у нас? Так, так, так. Ну, здесь подрежем. Лишнюю так вот срежем. Секунду я уберу сейчас, то, что лишнее у меня. И можно я сяду, а то у меня уже спина. Все. Если что, буду поближе показывать. Так, все, у нас есть заготовочка такая. Давайте мы ее тоже быстренько задекорируем. У меня были где-то заготовки моей, для моей косички. Вот я сейчас скручу их все вместе для того, чтобы гофрировку испортить. Ну, и теперь каждый из каждую ленточку я еще так вот вытяну. Ну, и, может быть, покручу дополнительно. Чуть-чуть покрутила. Вот так вот. Вот. Попробуйте, попробуйте. Елена говорит, хорошая идея для декора. Попробуйте. Так, скрепляю кончики. Сейчас прям буквально пять секунд отдохну и опять скачу. Не могу я работать сидя, у меня прям какой-то дискомфорт. Полюбуйтесь на мои руки. Так. Скручиваем косичку. Ждем. Еще раз говорю, то есть, если вам ну, долго, да, плести, хотя лучше заранее, конечно, подготовить такие вещи, идем и покупаем красивую тесьму. Ну, красивую, не знаю, там, ну, смотрим. Ну, тесьма сейчас слишком дорого иногда обходится, поэтому выбираем, не знаю, плетем. Дочки дайте в руки. Вон у девчонок по две, по три дочки, пусть плетут вам. Хорошее занятие, кстати. Вытягивайте. Девчонки, не забываем вытягивать. Поплели чуть-чуть и вытянули, чтобы сами полосочки, они легли как нужно. Вот. Так. Ну, все, сейчас я закончу. А низ мы с вами посмотрим, ну, посмотрим, будем декорировать. Нет, конечно, по-хорошему, и вот эту часть, тоже тесьмой, как бы такой. Но это посмотрим по времени. То есть я оставлю на последнюю часть декор нижний. Вот. Если мы по времени все успевать будем, то я вот, как бы, ну, фиолетовый тесемочкой задекорирую еще и подставку. Потому что время у нас не так много, сделать еще надо очень-очень много. Так. Все. Я ее отдела. Так. переворачиваем, где у нас внешние, ну, края мы тут и приклеиваем. Вот это вот подрезать чуть-чуть. То есть по возможности, чтобы где-то 2-5 миллиметров край отходил. тогда у нас все ровно ляжет и не будет видно швов. Правой рукой вот так аккуратно прикладываем, левой придерживаем. Так. Раз, 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 раз. Приклеили. Так. Наталья говорит, клей не очень сильно тянется. Это значит, что он не очень хорошего качества. Девчонки, нет какого-то клея хорошего или плохого качества. есть клей просто он есть, как бы сказать, у него температура плавления может быть разная у клея, во-первых. А во-вторых, температура нагрева пистолета может быть, там, ну, не подходить этому клею. Вот это не значит, что плохое. Вообще плохого термоклея не существует. Просто разный термоклей для разных видов работы используется. он тянется, он и будет тянуться. У меня остаются тоненькие паутинки у клея. Это такая не очень приятная специфика термоклея. Но мы потом берем скотч, например, ну, обычный широкий скотч прозрачный. У меня тоненький, а есть широкий прозрачный. И прикладываем, убираем все шурушки клеевые, убираем все образовавшиеся у нас ниточки. Вот. И все. Я боюсь, что здесь не придется доделывать. Жалко, жалко. Вообще он же термоклей он же бывает и для картона отдельно, даже для кожи бывает. бывает для резины, там, не знаю, для пластика. То есть там много функций, которые он должен выполнять. Вообще очень удобная штука, очень удобная штука. Поэтому он прям вот в декор влился. Не хватило чуть-чуть вот здесь вот. Ладно, сейчас пока так отставлю. То есть вот у нас получается. Здесь сейчас буду когда на декор плести до плиту. Ну вот, вот такая вот как заготовочки у нас. Давайте основу теперь также задекорируем. Сначала нижнюю часть. Остались у меня такие вот. Наношу на нижнюю часть. сантиметр сантиметр по краям. То есть оставляем обязательно, чтобы немножечко по краям была бумага. Можно даже меньше, чем сантиметр. уголки отрезаем. Уголочки отрезаем опять на два сантиметра. Вот. Ну и теперь каждую детальку, каждую сторону мы просто загибаем к основу. Все, пристаю. Так. Вот это сразу загну, потому что не очень неудобно. Клейся, клейся, клейся. Склеились. Здорово. Ну вот мы сейчас всю эту основу сделаем. Так, давайте посмотрим, что там с этой основой. Это нам хватит немножко. Тогда сделаем следующим образом. Вот у меня либо мы всю ее оборачиваем и стыковку делаем скорее всего в нижней части. То есть бумагу стыкуем вот здесь. Давайте я сейчас посчитаю, сколько мне нужно. Ну, 30 сантиметров наверное бумаги надо отрезать. Так. Отрезаем. 30 сантиметров и высота 11. придерживаем. Такая вот зеленая заготовочка у нас будет. Так, стыкуем вот с этой стороны. Давайте вот как удобно, с какой стороны удобно клеить. Наверное, с этой наношу клей, провожу, прикладываю. Ой, забыл сказать, чтобы край был прям вот, можно, чтобы не доходил, либо был прям вот край в край. Вот, с этой стороны. Перекладываю. Обязательно где из перегиб тоже наносим прям клей и в этом месте отдельно прям проходимся клеем. Для чего? Для того, что мы здесь продрали картон, чтобы здесь не разошелся. Ну, дальше. Я наношу сразу на всю поверхность. Вы по чуть-чуть. Взяли сантиметра два, нанесли, приклеили. Сантиметра два, нанесли, клей, приклеили. Наносить, как я, молниеносно, не нужно. Можете не успеть приклеить. То есть клей у вас может раз. Сейчас показываю. Сантиметра два нанесли. Раз. Приклеили. Так. Чего-то не приклеилось лишнего. Клей. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Что ж, приклеился, приклеился. Что ж теперь с ним? По этому картонку лучше, конечно, менять. Потому что здесь уже много клея. Вот этот излишки клея, они потом остаются на изделии, где клеен. клея. Так. 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 Осталось чуть-чуть, у меня тут чуть-чуть бумажечка. Ну ладно. Стыкуем. Почему спереди стыкуем? Сейчас объясню. У нас в передней части не будет видно постбабочкой. Каких-то вот этих вот дефектов. Поэтому стыковку мы прячем. У меня даже немножко я натянула, и у меня кусочек бумаги остался лишним. Стыковочку я вот здесь вот сделала. Теперь я чуть-чуть подрезаю. У меня все прыгает в руках. Так. Загибаем. Сначала загибаем, а потом будем приклеивать. Обязательно нужно пройти край вот этот вот, потому что этим краем мы будем приклеивать к крыльям бабочки. Поэтому я сейчас загнула, разогнула и клею край и внутри. Приклеила, загнула. То есть на гранях вот этих вот обязательно должен быть изнутри клей. Иначе наша бабочка просто, ну не знаю, упорфнёт. Так она у нас будет стоять ровненько. Наверное, давайте ещё одну косичку я сплету прям быстро. И мы нижнюю часть декорируем, пока она у нас отдельная. Хорошо. Ждём ещё. Не могу я так оставить. А пока вы мне расскажете, у кого какой опыт в букетах. Кто первый раз занимается, то есть вообще ради любопытства пришёл. Кто, не знаю, год, два, кто больше, кто профессионально работает. Ждём. Спасибо, Жень. Мне вот интересно, у кого какой опыт работы с букетами. Почему букеты? Вообще у меня как-то так букеты из конфет кардинально поменяли всю мою жизнь. Вообще. Ага, Галина говорит, первый раз. Бумага вытянется? Нет, Светлана, сейчас я объясню. Татьяна говорит, 4 года. Татьяна, о, уже стаж хороший, да. Екатерина, 5 месяцев. Екатерин тоже неплохо. Первый раз ради интереса Мария говорит. Понятно, Мария. Так что с почином, Мария. Так, Галина, 2 недели, Галин. А, ты что? Так ты у меня вообще новичок-новичок. Екатерина, я с октября. Ой, у нас Ирина 6 лет. Ирина, ну это хорошо, ты уже такая, совсем не новичок, такая прям. Людмила тоже ноль. Наталья, 3 года. Елена, с осени. Наталья, 6 месяцев. Надежда, 3 года с половиной. Полина, полгода. Ой, Полиночка, ты полгода всего? Ну, ты молодец, у тебя такие аккуратные работы, хорошие. Татьяна, один раз, первый раз. Ясно, Галин, я как бы и не знала. Я думала, ты что-то делала в этом, в этой области. Так, ну, девчонки, значит, моя задача тем, кто первый раз, вас увлечь в букеты. Раз вы первый раз пришли, бросайте покупать подарки и одаривайте всех своих любимых подарками. Вообще, честно говоря, букеты – это абстрактные понятия. У нас больше композиции. Такие, знаете, ну, не знаю, букеты, они как бы классическое использование. А хочется сделать что-то интересненькое. Сейчас я вам покажу. Серьезно, с сентября, так уже 2-й год, Наталья. Так, Евгения, не люблю букеты, мне нравятся композиции. Женечка, я совершенно согласна с тобой. Так, я сделала гриб из конфет, заняла первое место на выставке. Юля, здорово! Вот видите? Вот и мне, говорит, не хватает. Я всего-то 4 месяца. Ясно. Не, ну, девчонки, кто полгода уже занимается, это уже своего рода какой-то стаж. То есть вы уже переступили порог какого-то одного стажа. Вот по поводу конкурсов, то есть вы понимаете, да, то, что это неплохой вариант поучаствовать в конкурсе, а плюс ко всему заработать какое-то место, ну, заработать просто диплом, да, и с интересными людьми пообщаться. Так, коробочка какая? Из-под чего коробочка? Что за коробочка такая интересная? Из-под чего? Сейчас я пытаюсь посмотреть, какая коробочка интересная. Так, девчонки, вы не выставляете тут никаких ссылок, никаких этих, ладно? Никто ничего не бросал? Я ничего не пропустила? Пробую сделать туфлю, Елена говорит. Ой, попробуйте. Вообще, сами тематические, они, конечно, интереснее, чем просто букеты. Когда именно с какой-то тематикой. Я вам сейчас покажу тоже некоторые работы, которые я делала просто с большим-большим удовольствием. Потому что, ну, просто накрутить цветы там, это уже не то. Светлана говорит, я в ипотеку влезла, теперь всех одариваю букетами. Понятно, Светлана. Так. Ой, Свет, спасибо тебе большое. Мне кажется... А, Полин, да, вот я поняла, что коробочку вот эту вот. Сейчас будем ее декорировать. Мы уже переступили порог порчи гофры. Нет, Катюш, не переступили. Гофру можно вечно портить. Экспериментировать и так далее. Так, начинают тоже вот с центральной части декорировать. Мы вон, у девчонки, которые ко мне приходят, они начинают гофру портить. Вообще, в прямом смысле этого слова. Сначала пугаются, не знают, что делать. Потом у них не получается, они злиться начинают. А потом, когда уже получается, они просто больше не могут по-другому работать. У некоторых, конечно, долго ничего не выходит. В плане того, что... Ну, я предлагаю некоторые манипуляции. Кстати, я вам скажу сейчас кое-какое, что у нас, так как... Ну, все мы не молодеи. И у нас бывает такое, что при каких-то определенных работах перестают двигаться пальцы. Пластика пальцев нарушается. Я с этим столкнулась неожиданно, когда ко мне на живые мои мастер-классы стали приходить разные люди. Вот. И я была очень удивлена, что... Ну, не могут инвентарных вещей делать. Вот. Так, почему порох нет, бумага вытянется. Сейчас расскажу все. Светлана, жди. Расскажу. Так. Я с опозданием, ком зависает. Скажите, что дальше будем делать с бабочкой? Конфеты будем? Будем украшать конфетами. Поэтому я пытаюсь успеть сделать все. О, улетела. Ё-моё. О, улетела. Вы представляете? Ладно, потом буду доделывать. Так, вот у нас низ мы задекорировали. Теперь мы ее основу эту вставляем. Так. Но прежде чем поставить, я должна сюда вставить пеноплекс. Или попозже вставить пеноплекс. Давайте вставим сразу кусочек пеноплекса. Так, я пользуюсь пеноплексом толщиной 2 миллиметра. Это единственный вариант, который подходит для букетов из конфет. Оазисы, всякие флористические губки, они не очень нам подходят, потому что ломаются, мнутся. И, ну, не тот вариант основ, с которыми можно работать. Пенопласт тоже самое. Вот, теперь я надрезаю. Вот у меня толщина 5 сантиметров. Ну, давайте тоже 5 сантиметров. Надрежу 5 на 10. Так, я вот осмелела и режу прям так. Зря, конечно, делаю. Ну, ладно. Так, так порежу. Где покупается пеноплекс, техноплекс? Это, говорю, для тех, кто еще не знает. В строительных магазинах. Это вообще стройматериал. Вот. Но очень хорошая вещь. Мы ее заменили... Так, немножко сейчас подрежу. Мы заменили флористическую губку, которой пользуются флористы. Вот. Так, нормально, нормально. Давайте сейчас посмотрим, будем ли мы подрезать... Да, наверное, давайте я чуть-чуть. Высоту можно оставить 1 сантиметр. Можно... Так, секунду, мышку. Я вас не вижу. Так. Высоту можно оставить 1 сантиметр над краем. Вообще, как бы, по-нормальному, да, надо пеноплекс выше делать, чем основа. Но здесь я хочу срезать ее. Поэтому я сейчас отмечу и срежу необходимый. И сейчас объясню, почему я должна закрепить вот эти места. У нас, смотрите, у нас картон... Бумага приклеена к картону. Если мы ее бы не приклеивали, то у нас вот этот кусок бумаги и вот этот, мы бы их склеили. Но две бумаги склеили, а к картону бумага не прикреплена, и наша бы вот эта основа, она просто ходила бы ходуном, и в какой-то момент бумага оторвалась бы. Понятно? Поэтому края, когда изнутри мы заворачиваем, края внутри обязательно должны крепиться к бумаге, точнее, бумага на клей. Что здесь, что здесь. Ну, мы, в принципе, с вами промазывали. Так, теперь давайте я поставлю, посмотрю. Вот, посередине прям размещу. Если что, там срежу еще. Вот. Теперь внутрь наношу термоклей, ставлю. Так вот. Пенопласт. То есть это то, на чем у нас будет всякая позиция держаться. Ну, еще раз говорю, хорошая штука. Так. Краешки сейчас отрежу. Аккуратненько. Приложу бабочку. И смотрим обязательно, как нам с бабочкой поступить. Наверное, вот таким вот образом. Мы немножко... Внизу можно свести основу. Ну, свести. А сверху оставить сантиметров... Ну, сантиметра два между бабочкой. Ми. Вот. То есть здесь посередине, а здесь сантиметра два. Чтобы нам это видеть, я отмечу. То есть это серединка, а здесь две отметочки сделаю, на каком расстоянии будут друг от дружки. Если пеноплекс у нас больше, чем нужно, мы его можем немножко примять. Я вот его чуть-чуть примну. Вот. Все. Давайте клеить. Так, я сейчас отмечу. Так, так. Наношу. Теперь я наношу клей вот на эти части. То есть там, где у меня должен быть... Там, где у меня должна быть бабочка. Так, нанесла, приклеена. Хватаю бабочку, прислоняю уголочками. Раз, раз, раз. И прижали, и держим. Прислонили, и держим. Чтобы клей, например, лишний убрать отсюда, мы можем пальчиками, вот он, в принципе, он уже остыл, да, пальчиками или там чем-то убрать. Но я бы рекомендовала вот такую же тесьму, такую же фиолетовую, проложить и по месту стыковки. Где можно посмотреть? Девчонки, забейте, пожалуйста. Наталья Дроздова. Я Наталья Дроздова. Букеты из конфет, там, свит-дизайн. Меня можно найти в интернете, в поисковике ВКонтакте. Школа творчества арт-подарков. Пеноплекс мы не будем ничем закрывать. Я обычно его крашу. У меня есть акриловая краска. Я его предварительно покрасила быстренько. Пока цветы делаю, он подсох. Но, как правило, если небольшой кусочек пеноплекса, то я ничем не закрываю. Здесь у нас он небольшой, он нам не будет мешать. Так. Закрываем, прикрепляем. И сейчас мы подержим эту часть. Нет, он не будет проглядываться. Так. Вот, смотрите, вот у нас получилось. Вот наша, как бы, основа, которую мы с вами уже можем... Да, это почти ручной букет. Почти. Который имеет хорошую основу, которую мы поставим. Вот, это бабочка наша. Девочки, подождите секунду, я сейчас все-таки достану кусочек, который у меня улетел. А то я без этого не могу. Сейчас попробую пробраться за стол. А то неполноценная бабочка получилась. Я все цепляю. А то, что я все цепляю. Так, все, я ее нашла. Давайте я сейчас ее все-таки доделаю. Не могу оставить вот эту сторону. Так. Это вот так называемое кашпо у нас получилось для нашей композиции. Итак, вам для идей. Вот такую же композицию, то есть кашпо, можно сделать на 14 февраля. То есть основа такая же, а здесь сердце. На 23 февраля это может быть форма звезды. Вот. На Новый год форма шара. То есть круглые, какая-то круглая форма. А здесь на том, на чем висит ваш шарик новогодний. То есть это вот вам для идей. Что еще может быть? Да, в принципе, любое. Любая форма можно воплотить. Вот в данном случае бабочка. Так, бабочку мы сделали. Так, дальше, девчонки. У бабочки что есть? У бабочки есть усики. Значит, мы делаем сейчас усики. Усики крепим с нижней стороны. Пока букет не собираем, я хочу их вот разместить на этой части. Для этого мне нужна проволока 2 мм толщиной. Немножко погодя, я вам покажу. То есть я не покупаю флористическую проволоку, потому что она дорогая слишком для меня. Мне жалко на нее тратить денег. Поэтому я иду в строительный магазин и покупаю какой-нибудь кабель, провод, в котором есть две жилы. Стоит копейки, там, что-то 10 метров, 150-200 рублей. Вот. Я сейчас вот взяла, вот у меня такой... Можно обкрутить. Так, сейчас я посмотрю, подумаю, сколько примерно мне этих усиков сделать, их размер. Ой, куда же мне делать-то? Очень-очень быстро все убирала, и куда-то я плоскогубцы задевала свои. Секунду, сейчас я найду. Резать нечем, резать нечем. Ладно, попробую отрезать ножницами другими, более плотными. Так, посчитаю, сейчас скажу примерно, сколько нужно. Я не уверена... А, отрезали. Ура, да здравствуют ножницы портновские. Так, две проволочки размером... Две проволоки размером 40 сантиметров. То есть проволока 40 сантиметров. Что мы с ней делаем? Ну, вот у меня проволока в оплетке осталась. Можно, в принципе, ее даже ничем не скручивать. Либо вы можете, например, взять и гофрированной бумагой затейпировать. То есть берем гофрированную бумагу. Пусть она будет зеленая. Отрезаем полоску 1 сантиметр. Так вот сделаем. Давайте затейпируем все-таки. Пусть будет так... Ну, по-правильному, так скажем. Вот. Наношу кус... Ну, цепляю на термоклей. И дальше я гофрированную бумагу затейпирую. Сейчас я уйду немножко с экрана, ладно? Серединку у второго крыла, серединку... Голечка, я уже доделала серединку у второго крыла. Просто у меня улетело, я не стала... Так. Все. Мне просто неудобно там. Вот я ее прокручиваю. Вот те самые движения, о которых я говорила. Смотрите, пальцы как должны бегать. Видите? Вот иногда очень многим тяжело вот такие манипуляции. То есть, кручение. Что делаем? Есть очень хорошая гимнастика для пальцев. Именно тех, кто вот занимается таким кручением. Берем шпажку. Любую шпажку. И вот смотрите. Вот так вот прокручиваем. То есть, пальчиками вот так крутим. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Можно перебирать пальцами. Двумя пальцами. Всеми пальцами. Туда-сюда. И вот такие вот крутящие движения. Немножечко пластику пальцев возвращают. То есть, вы начинаете крутить лучше. Скручивать лучше. Это хорошая гимнастика также и для мозгов. Так. Сейчас с экрана уйду. На секунду. Скручу сейчас частично. То длинная проволока не получается. Термоклей фиксирует. Так, сейчас фиксирую. Здесь отрежу сейчас полосочку. У нас прям такой декоративный больше процесс происходит. Потому что вот по своей сути я, конечно, больше как оформитель, декоратор, как художник. Да, хорошая гимнастика для пальчиков. Поэтому. У меня опыт кручения на шариках воздушных отработан. Понятно, Марин. Нет, я просто говорю, что есть просто у кого-то, у кого пластика пальцев, ну, пальцы уже задерменели. Это, знаете, ну, мы не виноваты. Просто у нас по мере работы, например, кто-то очень много работает на компьютере. Вот. И, ну, работа, да. Вот сидишь и нажимаешь на эту клавиатуру. А это очень хорошая такая вот зарядочка. Ну что, давайте попробуем. На зеленом цвете использую. Поэтому, девочки, на зеленом не очень будет видно. Обязательно будем подкручивать. Прикладываю. Можно даже, знаете, как вот в пеноплекс, вот сюда вот в пеноплекс, воткнуть вовнутрь. То есть я втыкаю кусочек в пеноплекс. Но втыкаю на термоклей, потому что проволока не держится в пеноплексе. Вот я воткнула. Можно где-нибудь вот с краешку еще пройтись и приклеить проволочку к основе. Вот здесь вот. Вот. Ну и дальше мы аккуратненько пальчиками закрутим. Красивую такую вот усика у бабочки. Постараемся, по крайней мере, закрутить. Красивую усика у нашей бабочки. Одно усика. Так, теперь сейчас воткнем. Ладно, не помять сильно. Воткнем в другое. Зацепим обязательно, капнем клея на саму коробочку, для того, чтобы зафиксировать. Так. И симметрично попробуем вывести второе усико. Можно, конечно, их сначала закрутить, а потом выводить. Но это уже кому как удобно. В конце маленькую бусинку. Да я только-только, и только-только я тут подумала насчет маленькой бусинки. Можно сделать, да, в конце какую-нибудь маленькую бусинку. Тем более у меня, по-моему, где-то фиолетовые завалялись. Вот такие вот капельки, смотрите, какие красивые показывают такие вот кристальные капельки. Нет, провод у меня, это медный провод. Я сейчас вам даже покажу его. Катя, пожалуйста, если сможешь, посмотри, скинь, пожалуйста, название провода. Пункт ПУНП, по-моему, да, 2 умножить на 2,5 называется. Его очень хорошо должны строительных знать в магазинах. Это двухжильный. Есть еще многожильный. Поэтому обязательно смотрите, чтобы он был двухжильный. Там две проволоки по 2,5 сечения. Есть многожильные иногда девчонки. Да, спасибо, Катюша, спасибо. Вот, вот эту вот такую аббревиатуру запомните. Достаточно дешевую, можно использовать. Вот такие крылышки. Жарю блины детям в школу. Это я завтра буду делать. У меня девочка во второй смене учится, поэтому завтра. Так, ну что, смотрите, за счет того, что мы сделали вот эту косичку, наши усики, они немножко приподнятые. Приподнятые очень хорошо, поэтому вот в двух местах, вот здесь и вот здесь я сейчас на термоклей зацеплю. То есть посажу тут и тут. Так. Чтобы термоклей не выглядывал, если вдруг он у меня есть, я его, пока он у меня не застыл, я раз, бумажечкой излишки убрала. Все. Пусп. Полный П. А, свет, может быть, они вообще есть разные, конечно. Ну, одна из разновидностей, которой я пользуюсь. У меня, у них есть еще и трехжильные, кстати, немножко по-другому называются. Главное, смотрите, чтобы не многожильные, потому что многожильные нам не подходят. Там много-много проводочков, и эти все проводочки, они, ну, так скажем, не держат они форму, не держат. А нам надо именно форму. Смотрите, какая хорошая форма. Я сейчас даже вам покажу, какой у меня есть. Все. Вот такие вот усики. Прелестные. Нравится. Фу-фу-фу-фу. Все. Так. Ну, переходим, наверное, к одному из самых интересных вещей. Это, давайте я все-таки попробую прислонить бусинки, посмотрю. Если мы приклеим их вот сюда вот. Ну, посмотрим. Ой, отпала. Оставляем так. Так, вот у нас заготовочка готова. Берется муж, приводится в строительный магазин и ставится перед фактом, что нужен провод. Наташа, я согласна, но не все мужья покупают то, что нужно. Так, все. Ну, у нас сейчас начинается более такой интересный процесс. Бабочку вот так вот сбоку ставлю. Любуйтесь. Я сейчас попробую перевести камеру, чтобы она здесь, ну, ближе была. Потому что, хотя, видно, да, как я здесь здесь крутить буду? В принципе, наверное, видно. Так. Ну, мне что нужно? Мне нужна вот такая бумажка и лимонного цвета. Из лимонного цвета я хочу сделать розочки. Вот мы с ними, с них и начнем. Для этого я использую вот такие конфетки маленькие. Маленькие. Это арфа. Вот. Лимонные розы. Можно быть, в принципе, и не лимонные. Ну, посмотрю. Значит, на что креплю? У кого что есть? Шпажка есть? Хорошо. А провод? Еще лучше. Вот у меня проволока. Так, так как мне не нужно большую проволоку на хвостик, я вот отрежу. Так и придется ножницы нарезать. Куда я делаю? Прямо, буквально отрезала. Я вспомнила, куда я их делаю. Вот что значит. Так, это для трех цветочков. И у нас еще пять цветочков будет достаточно таких меленьких. Так, как я креплю цветок? Как я креплю конфетку? Я наношу термоклей на шпажку или проволочку 2 см. Стебелечек, корешочек конфетки открываю. Наношу термоклей. Мажу как будто бы. Прикладываю и заворачиваю. Это очень быстро, это очень просто. Не нужны никакие нитки. Не нужен никакой скотч и так далее. Манипуляции другие. Я как-то не знаю, когда очень много, большое количество делаешь. Просто лучше способа не найти. Термоклей не плавит этикетку, потому что мы наносим его не на этикетку, а на ствол. Пока мы развернем конфетку, пока мы начнем мазать, все, у нас термоклей уже более-менее застыл. И внутрь нашей этикетки он не пробирается. Вот. Видно, видно, все-все хорошо. Ой, Катюш, спасите, огромная, дорогая. Все. Ну, а дальше давайте заворачивать наши конфетки. Ой, какая лимонная бумага хорошая. Я еще думаю, ее можно как-то подкрасить. Почему лимонная? Весенние цвета, они все яркие. И желтый цвет, вообще желтый цвет. Можно, кстати, и вот такой желтый взять. Вот такой вот. Он тоже, в принципе, для нашей бабочки подходит. Ну, я лучше лимонный подкрашу немножко. Лимонный цвет – это цвет весенний. И очень часто встречается именно такой цвет. Так, обрезаем. Я не буду придумывать какие-то розы новые. 25 сантиметров. А то от меня Катя всегда ждет новый вид роз. И каждое занятие новый вид роз. Мне сложно все время придумывать, Катюш. Так что сегодня будем как бы использовать то, что у нас уже есть такая разновидность. Значит, я отрезаю сейчас где-то сантиметров. Сейчас скажу, ну, 5 сантиметров достаточно. Сейчас я просто подумаю. Так, так, 5, 5. Нет, давайте не 5, давайте 6. 6 сантиметров – 3 полосочки. 3 полосочки по 6 сантиметров. Так, и складываем. Складываем один раз, складываем второй раз. Вот. Беру ножницы. Бабочки-лимонницы. Пусть я эту беру. Бабочки-лимонницы? Ну, пусть будет лимонница. Так, теперь я беру заготовочку. Подрезаю, не доходя, ну, например, сантиметра полтора до края. Надрезаю, не доходя полтора до края. По серединке вот так надрезала. Ну, аккуратненько уголочки срезаю. С одной стороны свои заготовки. И с другой стороны заготовочки срезаю, уголочки. Получается такое полотно. Конечно, самые большие разновидности именно народ, поэтому ждем новенькие. Ну, как получится. Так, есть, да, у нас такая заготовочка. Теперь что мы делаем? Манипуляции. То есть, девчонки, кто первый раз. Длина полосы 25 сантиметров. 25-26. Открытые будут? Открытые. Так, 25-26. Дальше, смотрите. Для того, чтобы сжать корешок у розочек, я ее собираю гармошкой. Нижнюю часть я собираю гармошкой. Вот она у меня собралась. И прокручиваю туда-сюда. Для чего? Для того, чтобы гофрировочку сделать еще гофрировнее. Вот. Она у нас лежалась. Так. Берем тоненькую шпажечку. Без нее мы никак. Так, первые, ну, первые две, там, три, ну, пусть три, мы немножко ложбиночку делаем у трех, например, лепестков. У трех. И дальше шпажечками подкручиваем уголки. У трех первых по одному уголку. Раз, два, три. У трех первых. У пяти последних два уголка подкручиваю. Примерно под сорок пять градусов. Один уголок и второй уголок. Вот. Это вот раз. Так, девчонки, кто подходит? Привет, привет. Так, лимонные-лимонные розы. Мы потом, вот я думаю, их немножечко нужно оттонировать, потому что они очень лимонные, могут потеряться на основе. Но у нас там зелень будет, поэтому я думаю, что нормально. Сейчас я соображу. Так, вообще, как бы у нас, наверное, мы сделаем одну розу и два бутончика, так что ли. Чтобы поменьше было в основе всего. Ну, вот то, что у меня получилось. То есть первые три только один край. У пяти остальных вот такие уголки должны получиться. Первые три мы делаем углубление. У остальных пять штук без углублений. Все. Берем наш бутон. Если хотите, можете спрятать так вот этикеточку. Вот хотите, можете не прятать. Я не всегда прячу. Ну, а дальше мы ее аккуратненько сейчас вот так вот завернем. Заворачиваем, заворачиваем. Стараемся заворачивать так, чтобы розочки, они, лепестки из роз, сделали треугольничек. Вот, завернули. Ну, а все остальные лепесточки заворачиваем уже как получится. Так, и последний. Если где-то надо натянуть, чуть-чуть подтягиваем. Вот у нас получается небольшая розочка, которая у нас, в принципе, достаточно аккуратненько закрывает нашу основу. Вот, осталось только, вот мы ее завернуть-завернули, надо пройтись, как бы, хвостик. Она же у нас не прикреплена, поэтому я ее сейчас открою и при вас буду еще второй раз крепить. Наношу термоклей на каждый из лепестков. Нанесла на корешок, прям, вот, знаете, вот, сам корешочек-корешочек, где 5 миллиметров, приложила и прижала его к основе. Вот он, он занимает всего 5 миллиметров, приклеивается к стволу. Дальше наношу на следующую 5 миллиметров. Сейчас попробуем вот так вот. Нанесла. Пальчиками ужала. Вот. То есть сейчас то же самое, что вам показывала, только с клеем. Натянула следующий лепесток, а край вот так вот прижала. Клей, клей, клей. Где-то у меня я отрезала клей. Не помню, куда-то отрезала клей, куда-то делала. Ладно, пусть здесь лежит. Так, ну и дальше мы можем побыстрее уже, например, взять два лепестка, нанести клей. И заворачиваем. Располагая уже лепестки так, как нам нравится. Но так, чтобы вот эти лепестки примерно были на одном уровне. А также, извините, посмотрю, не досмотрю до конца, надеюсь на запись. Все хорошо, Маргарита, спокойной ночи. Я представляю вообще, как девчонки, которые живут от нас, не знаю, там, в пяти-шести часовых поясах, да. Вообще, как они выдерживают вообще что-то смотреть. Так, вот маленький-миленький цветочек у нас получается. Так, вот хвостик вот этот вот, ну не нравится. Давайте мы его вот так возьмем и туда запрячем. Все. Кстати, некоторые бутончики, ну не бутончики, как бы, некоторые лепесточки я могу еще вот так вот прокрутить. Вот у нас получается цветочек. Достаточно миленький, маленький, аккуратненький, который будем использовать в нашем букете. Беру гофрированную бумагу, делаю чашелисти. Отрезаю 7 сантиметров. И, ну, 7 на 7. 7 на 7. Складываю, складываю, разрезаю пополам до, ну, 3 сантиметров, 2-2 сантиметра где-то от края. Так, вот так. И уголки. Срезаю уголочки. Можно немножко подрезать вот так вот краешек. Здесь, здесь отрезала. Здесь вот не подрезала. Девчонки, вы можете взять картон не переплетный, а от коробок, от обычных коробок. Я вам уже писала об этом. Переплетный картон очень подходит, когда вы можете вообще его не декорировать, а просто покрасить. Вот тогда он подходит. Вот я его покрутила, вот получилась у меня такая заготовочка. Теперь каждый лепесточек я аккуратненько вот так вот прохожусь. Пальчиком изнутри выгибаю. Заготовка, которая у меня получилась, можно еще ее покрутить. Вот я сейчас приклею вот к нашей розочке. Наношу на всю основу, где-то примерно, сколько там у нас получается, полтора сантиметра. Прикладываю. Если удобно, можно вот так вот приложили. Чуть-чуть на сантиметр выше, чем наша розочка. Приложили вот так вот. И закрепили. А если, например, длинный, вот здесь у меня длинный получился чашелистик. Я могу один отрезать. Все. Пальчиками. Вот где сантиметр у нас был. Пальчиками. Да, картон в типографии. Для полиграфии продается. Я когда искала, я искала картон. Есть такие программки. Дубль ГИС. Вот, я заходила в свой город, набирала переплетный картон и находила организации, которые занимаются. Так, вот она получается у нас. Розочка. Для красоты сейчас положим вот сюда вот. Пусть она здесь лежит. Все. Делаю еще остальные, да. Буду вслух проговаривать, но уже не так досконально. Так. Складываю, складываю. Разрезаю, не доходя где-то сантиметр. Пополам. Срезаю уголки. Уголки. Одна заготовка. Вторая. Два раза сложила. Сантиметр. И старайтесь, чтобы вертикальной вот этой вот прямой, да, не было на лепестках, чтобы они были, ну, где-нибудь внизу расположены. Потому что, когда на розах вот это горизонтально, не вертикально, а горизонтальное прямое деление на гофре, очень некрасиво смотрится. Так. Это сделали. Сейчас я чашелистики вырежу, чтобы не мусорить больше. Так. Так. Да, девчонки, я вас заморочила с картоном. Ну, ничего, ничего. Это хорошая штука. Я сейчас прям покажу вам то, что можно сделать с картоном и что наши девочки делали. Ну, в группе у нас сейчас уже как бы появились данные работы. То есть, кто в группу к нам зайдет в арт-подарков, там увидят. Там очень, можно очень хорошие вещи с картоном делать. Так что, если у вас будет возможность поискать, поищите, пожалуйста, в вашем регионе. Вот именно такой вот переплетный, обложечный называется еще картон. Как вариант пивной, но пивной он хуже. Переплетный, обложечный, пусть художественный. Можно офис, можно любую коробку, Наташ, на самом деле. Ножницы серьезные. Это, этим ножницам 15 лет. Это, как они, швейные, портновские. Так, сейчас я вам покажу, девочки, не могу не показать. Вот, смотрите. Вот мы делали такую основу. Это у нас самолет. Вот он, это имитация древесины. То есть, мы из картона, из плотного картона делали вот такой вот самолет. Кашпо. Дальше. Сейчас, секунду, тоже покажу. Пока вопрос встал. Вот такая имитация Кашпо-танк. Но мы ничего на него не наклеивали, а просто красили. Коробочный картон, но он не подойдет сюда. Только переплетный. Видите, какая толщина? Вот такой вот. Так, все. Дальше доделываю. Сделаю гармошку у корешка. Полиграфический. Совершенно верно, Наташа. Но у Леонарда, он вообще золотой, этот картон. Не знаю, почему у них такие бешеные цены. Да, Полиночка, на самом деле. Горизонтальная на гофре, она делит вот эту горизонтальную линию. Вообще, гофрированная бумага, она не предназначена для изготовления цветов. Это упаковочный материал для букетов. И вот эта вот горизонтальная линия, она загибает деление, да. Вот когда букет покупаете, вы, наверное, видели. Загибается деление и делается гофрировка края. Вот такого вот плана. Так, все, больше не разговариваю. Делаем. Так, выгибаю три. Выгибаю три лепестка. Берем шпажечку и закручиваем, кудряем лепесточки. Так, раз, два. Так. Так, и еще один. Раз, два. Три. Я хоть немножко отдохну. Девочки, он бывает разный. Разговор насчет переплетного и полиграфический. Названия разные, но функцию одинаково несет. Его и как только не называют. Обложечный, переплетный, полиграфический. Но это один и тот же картон. Один и тот же. Он бывает разной толщины, он бывает разной плотности. Он бывает грунтованный, негрунтованный, серый и так далее. Это один и тот же. Просто, ну, по-разному его называют. И все. Никакой проблемы в этом нет. Так, ну, теперь я аккуратненько прячу конфеточку. Вот, я ведь вас озадачила. Ну, на самом деле, вот эту бабочку можно было гофрированной бумагой не декорировать, а взять, приклеить, купить какой-нибудь спрей. Ну, самый дешевый в магазине, но по цвету, подходящий вам. И забрызгать спреем однотонно. И все. И не мучиться, не клеить, как мы с вами сегодня клеили. Понятно? Так. 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 Такие небольшие. А, не отцепилась. Сейчас доведу до ума. Такие небольшие розочки. Здесь краешки так вот цеплю. Чтобы более закрытые были. Можно даже вот так вот ее сжать. Вот, чтобы она поменьше была. Так. И последнее еще. Так. Вот этот лепесток попасть нужно между двумя следующими. И так далее. Ей чуть-чуть подтягиваем. И лепесточки стараемся, чтобы попали между лепесточками предыдущими. Тогда они у нас очень красиво лягут. Так вот. Так. кончики подкрутим чашелистики сейчас прикрепим не помню один или два отрежу наношу клей одеваю пальтишко на наш чашелистик желтые лимонные розы ой как мне я по минимуму лепесточков взяла вот можно если хотите попышней то есть еще там добавить вот эти тоже листики не выкидываем мы их потом используем и еще один декор сделаем так как у нас еще конфетки есть вот но я вот сейчас смотрю думаю немного у нас желтые 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 и еще фиолетовые надо нам цветочки я не воткнула просто приложила пока пусть лежат так а я говорила приготовить меленькие конфетки шарлет есть такие в синей упаковочке но у меня в данном случае не шарлет я вот специально ходила купила орешки в белом шоколаде на развес кругленькие хочу их использовать значит как их буду использовать обязательно мне нужна пленка ну в данном случае я беру пакет как пропала меня видно девочки меня видно слышно я никуда не пропала Наталья все хорошо все спасибо большое кишенька есть мастер-класс пышных роз букет из фестиваля лариса нету не давала давала были пиончики у нас на платном занятии и были пионы в прошлом году по моему мастер-класс тоже еще один есть в открытом доступе он это пионы на свадебную тематику так что я сейчас делаю я вот у меня пять штучек я готовлю бумагу не бумагу а пакет обычный пакет взяла небольшие квадратики примерно пять на пять там десять на десять и мне сейчас нужно будет упаковать вот эти вот открытые девочки спасибо можно пакет для запекания он хрустящий но можно использовать ну просто вот под рукой у меня пакет в котором конфеты у меня фасовка была вот я беру конфетный шарик и упаковываю в эту полиэтиленовый пакетик таким же образом можно ну все что угодно также упаковать вот в любой конфетку прикладываю к проволочке закручиваю проволочку с натягом вот и перекручиваю стебелек в смысле есть пышные розы не пойму пышные розы там не розы же на фестивале были я не понимаю про какие розы говорить там пионы были так вот сейчас я быстренько запакую пять штучек таких конфеток на проволочку номер сиреневой гофры девчонки я не помню номера в материалах у вас должно быть не помню я номер честно я не запоминаю номера очень редко у меня с цифрами немножко не ладим мы с ними я очень долгое время работала с цифрами поэтому не ладим мы так скручиваю проволочку так 3 4 5 здесь совсем маленькие есть конфетки очень вкусные вообще конфеты он даже не в белом шоколаде а в йогурте что ли как так вот эти конфетки если вы используете уже ну купленный там например в этикеточки пусть будут в этикеточки не было про гофру хорошо я сейчас посмотрю номер гофры я могла не написать потому что я каюсь я забыла про фестиваль ой про конференцию и фактически вот перед организатором конференции задала задачку вот могла не написать с пакетами удобнее с пакетами удобнее работать чем с пищевой пленкой с пищевой пленкой у меня бегает я просто на нее не хватает у меня терпения так сделали берем фиолетовую бутонку делаем махоньки махоньки бутончики цветочки пусть это не знаю что это будет может быть это будет у нас типа как маленькие крокусы не знаю отрезаю 10 сантиметров 10 сантиметров пятьсот девяносто два пятьсот девяносто а вы озадачили меня секунду девчонки ждите сейчас я номер скажу это номер пятьсот девяносто это пятьсот девяносто пятьсот девяносто два это светлый номер вот пятьсот девяносто пятьсот девяносто два светлый можете по другой и тот и другой использовать ну вот очень красивый цвет так теперь я беру 5 сантиметров. Нарезаю 5 сантиметров. 5 штук на 5 сантиметров. 5 на 10. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Неровно. Так, нам нужно сделать 6 этих. Или 5, или 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте так, на 4 вот так вот сложим, сколько получится имитации. То есть я на 4 раза так вот сложу. Давайте я переведу, потому что потеряла я вас из виду. Это я все пакетиком радуюсь. Сама не догадалась, что вы ни за что, за что ни за что не догадалась. Так, давайте, пусть у меня будут, ну не совсем, так скажем, тюльпанчики, крокусы. Будет такой неведомый зверек. Вот я подрезаю их. Может быть, даже раскрытыми сделаем. Как розочки, в принципе, мы делали. Вот, только мы теперь делаем остренькие конусочки такие. Как у чашелистиков делали. Вот примерно вот такие вот хвостики. Зайчьи хвостики у меня получились. Их должно получиться 8 штук. Вот. Дальше точно так же мы проходим хвостики. Вот. Можно и верхушку. Давайте верхушку тоже сфантазируем с вами. Вот. И в принципе, да, вот сейчас я верхушку так пройду, я могу так оставить. Все. Не хочу я их, ну не хочу я их как-то так растягивать. Сейчас я приложу, посмотрю разновидность цветов, какая получится у нас. Такие вот пойдут? Такие скорежные? Не пойдут. Как-то они больше оси напоминают. Тогда что мы делаем? Немножечко серединочку пальчиком выгибаем. Вот. То есть создаем вот такой листик. Не пойдут, потому что по этому серединочку выгибаем. Серединочку выгибаем. Большим пальчиком берем, придерживая корешочек, выгибаем серединку. Вот. Выгнула серединку. То есть края загнуты, серединка выгнута. Пусть будет значит так. Я хотела с тоненькими. Тоненькие мне не понравились. Это больше подходит к осенним листикам. А к весенним такое не подходит. Вот. Ну, теперь я готова их собрать. Давайте соберем. Только еще раз гофрировочку я верну на место. Нижнюю вот так вот. Так. Все. Теперь я... Наношу термоклей на край. Прикладываю шарик наш. Но термоклей должен у нас оказаться на нашем стволе. И теперь с небольшими зажимами вот так как бы заворачиваем, да. Зажимая, 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 чтобы лепесточки у нас были равномерные. Так раскрываем их. Листики. Так, 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 так. И еще соберем их. Вот глазки получились у нас лохматные, тенькие. Так, вот это вот надо было отрезать. Я не отрезала. Ну, значит так. Так, все. Остальные тоже делаем. Немножко ствол. Вот сейчас вот здесь вот я затейпирую. Отрезаем бумажку полтора-два сантиметра. Этим будем тейпировать наши стволы. Нам нужно немножко, поэтому 4 сантиметра. Так вот раздвигаю вверху, наношу. Посередине нанесла клей, приложила. Оттягиваю один край. Нанесла клей. Так вот закрыла. Отодвинула. На клематис похожий? Ну, фантазийный такой будет. Ань, ты не опоздала. Ты как раз это физалис, клематис. Ну, у меня раскрывается он будет. Я вот сейчас его вот так вот. Так вот. Так согну. Вот так. Пусть он у меня вот так вот раскрывается. Похож на клематис из-за конфетки. Ой, не клематис, а этот физалис. Ну, вот у меня будут такие вот. Вот такие вот будут цветочки в этот раз. Давайте приложим, посмотрим, как они будут смотреться. Все, девчонки, мне их 5 штук нужно сделать, поэтому я тороплюсь. Вы смотрите, будете делать, будете делать. Попробуйте хотя бы один. Вот мне вот очень нравится, как вот он вот так вот живенько стелется. Делаем заячьи ушки. Уголочки отрезаем. Цветочков 8. Раз, два, три, четыре, восемь. Значит, один не делаем. Значит, будет 4. Это потому, что я не посчитала сразу. Значит, все правильно. Спасибо большое, Катя. А мы знаете, как можем сделать? Мы можем сделать... Нет, мы не можем так сделать. Все, не можем. Хотел по-другому? Нет. Значит, будет 4. У меня как раз 4 бумажки. Здорово. Смотрите, у меня уже как бы розы закрыли основу мою. Как будто уже и не надо ничего. Сейчас дополнительные цветы добавим, и все. Зайчьи ушки отрезаем. Ай-яй-яй. Так. Бумагу все. На фиалочки похоже. Ой, у нас на занятиях все время придумываем какие-то новые... Я думаю, что это разновидность каких-то, не знаю, там, весенних цветов новых. Вот он был скручен. Раз. Все равно делаешь 5. Все, убрала. Я забыла, что я это сделала. Спасибо, что вы меня... Немцы дарят четное количество цветов. Ну, Лариса, у каждого свои как бы традиции. У нас вот нечетные. У меня даже, знаете, иногда выходила, заказчица приходила, даже бусинки считала, что бусинки были нечетное количество. То есть до какой степени вот скульпулезно. Даже конфет, чтобы вот конфет было нечетное. То есть приходилось прям вот выкручиваться, делаешь там, считать все. Ну, вот бывают такие люди. Вот у немцев вот четное количество. У нас вот мы дарим нечетное. Вообще, а вы знаете, откуда традиция-то пошла дарить нечетное количество? Вообще, кто-нибудь об этом знает? Я вам сейчас скажу. Первоначально, ну, вообще, как бы вот это вот нечетное количество первоначально было сделано от того, чтобы уйти от симметрии. Потому что когда у нас четное количество, у нас, что бы мы ни брали, да, у нас все симметричное. Потом, когда композиции, букеты, это же все из букетов, да, чтобы наши букеты были более, как бы, интересны, да, была бы асимметрия. Асимметрия, поэтому стали использовать... Кваски сейчас уберу. Стали использовать нечетное количество. Ну, и так как-то повелось-повелось, и вот... Свои какие-то правила были придуманы. Но первоначально все это было из того, чтобы уйти от симметрии в композициях. Так, сейчас вот так вот заверну. Так вот там в виду заверну. А потом... Саму ножку аккуратненько буду формировать, пока не застыл. Вот. То есть я вот... Пока он у меня не застыл, я вот таким образом лепесточки ужимаю. Вот смотрите, какой красивый получился. С остренькими краями. Так. Чуть-чуть осталось, девочки, нам чуть-чуть. И времени чуть-чуть, я бы как бы в три часа уложились. Вот. Вот теперь не знаю, стоит подкрашивать, не стоит. Потому что я первоначально-то хотела розы, но они мне что-то так нравятся. Что-то у нас такая буря там на улице. Шквал просто. Так. Приложили, прижали. Ну и лепесточки наши все вот так вот пока прижимаем, мы их расставляем в разные стороны. Не надо розы, я тоже думаю, что не надо розы подкрашивать, они прям вот желтый цвет, он так хорошо лег. Ёжики! Это ёжики! Ну всё. Ёжики. Какие же они ёжики. Смотрите, какие они красивые. Какие конфетки? Это орешки в глазури. Ань, это орешки в йогурте, в йогуртовой глазури. Я купила на развес, хотела купить шарлет, есть шарлет в синей упаковке. Мне в последнее время они очень нравятся, смотрятся хорошо, кругленькие такие. Вот, они белого цвета, но увидела уже на развес, такие вот. Я такие шоколадные тоже использую. Купила, понравились. Завернула, завернула. Зажимаю. Пока зажимаю, формирую лепестки, чтобы они ровненько. Всё. Ну да, скорее всего, да, как в фрезе, Хань. Что-то похожее. Только вот эти круглые орешки, вот эти кругленькие. Прям хорошие очень. Так, всё. Теперь сейчас мы сделаем хвостики. Раз, два, три, четыре. Подтягиваем. Ой, всё, встала. Значит, растягиваю. На серединку наношу термоклей. Укладываю цветок. Вот так вот. Оттягиваю одну сторону. Наношу термоклей. Способ тейпирования. Очень удачный способ тейпирования. Особенно, когда нам нужно сделать розы. Там энное количество. И вот это кручение тейп-ленты или, там, не знаю, бумаги, занимает огромное количество, большое время, да. Нам просто, ну, физически мы не можем. А это очень быстро. Подарки для мужчин приготовили. Кто там что понаделал? Мне кажется, что многие не поверят, что как-то не поверят. Это же видно, что это, вон, что что-то есть надо. Они же, они же прям вот шоколад, он прям внешне пахнет, что, вот, не знаю, вот, невозможно его не съесть. Он такой вкусный. На крупные цветочки можно, конечно, взять рафаэлки. По поводу раздевания конфет. Вообще, в букетах из конфет, да, не принято раздевать конфетки. В очень таких редких случаях. У меня были такие, которые, вот, мужчинка один все время женщине дарил, там, вот, какие-то композиции, вообще композиции какие-то покупал, дарил. Вот он очень любил вот эти рафаэльные шарики. Вот тут не нужны были ему квадратные упаковки, и вплоть до того, что там букет только из шариков мы вот делали. То есть были такие мужички. Так, отрезаем, отрезаем. Примерно где-то 10 сантиметров хвостик остается. Отрезали, отрезали. Ну что, начнем фантазировать на нашу тему конфетно-букетную. Вот, в принципе, да, у нас вот розочки я уже воткнула. Ну, не сами так получилось, вот, воткнулись. Значит, три розы располагаем треугольником. Правило треугольника. Очень хорошее правило, которое часто используют, да. Но можно как угодно расположить. Это может быть симметрия. Это может один ниже, другой выше. Вот, то есть тут уже... Так, галстуков понаделали. Ясно. Так, я сейчас, наверное, укорочу хвостики. То есть для розочек мы делаем маленькие хвостики. Вот такие вот. И, девчоночки, смотрите, то есть нам нужна зелень сюда. Что из зелени можно использовать? Вот есть у нас для розочек какие-нибудь... Ой, оторвалась. Какие-нибудь остатки зелени розовые стебельки. Вот мы эти розовые стебелечки, в принципе, да, можем использовать. Разложить по контуру. Так, я сейчас только найду хорошие. Так, так, любые розы. Мне не нравятся вот эти стебельки. Сейчас я посыпаю еще в одном месте. Так, нет, розы, наверное, не будем, потому что я, скорее всего, все их потратила. Ну, ничего страшного. То есть, смотрите, если у вас есть розовые листики, как у роз, вот это вот, они, конечно, очень красивые, я их даже использовать не буду. Вот, просто берем и приклеиваем вот так вот по всему периметру. Если такой возможности нет, ну, что есть? Вот у меня есть вот такие вот, очень мои любимые лепесточки, которые я, в принципе, могу их вот и поприклеивать. Ну, каким способом? Вот это отрежу, хвостик вот этот отрежу. Вот это отрежу, сейчас, и приклею на термоклей просто по краям. Вот где получится. Здесь, если у вас есть папоротник, вот такой вот, например, особенно такой красивой формы, я сейчас, как бы, дизайн, да, самой композиции вам говорю. Если у вас этого нет, вы можете, в принципе, вот этот я отрежу сейчас. Так вот, немножко. Вы можете просто вставить розочки и кое-где розовые листики. Ну, вот мне вот интересно, я хочу вот здесь вот веточку такую вот прицепить. Просто приклеиваю к основе, сбоку. Делаю так называемую зеленую подложечку. Вот таким вот способом. Так. Вот здесь остались листики. Можно вот так вот рядышком, или рядышком, или вот так вот. Пусть они у меня тоже зелененькие будут. То есть сделаем красивую подложечку, которая у нас замедлит. Ну, будет выглядывать из-под розочек. Из листиков. Есть, кстати, кое-какие листики у меня розовые. Вот эти вот, наверное, я в розочки засуну. Вот это вот, конечно, страх. Это ужас какой-то. Не буду я их использовать. Вот. Какая изделень идет в весенней композиции? Это вот осока. Вытянутой формы листики. Очень хорошо. Стразиками украсила. Всем чем угодно можно украсить. И стразиками тоже. Вот здесь вот я рядышком, наверное, поставлю. Побольше. Пусть зелень здесь побольше будет. Вот. Есть у меня вот этот остаток у меня остался. Значит, кусочек сюда. Кусочек. Как-нибудь остатком. Вот я сейчас его выгну. И использую. Так, как здесь, здесь, вот здесь вот. Это есть такой папоротник, очень хороший, пластиковый. Вот я эту зелень сейчас и поиспользую. Вот эти. Вот так вот. Аккуратненько. Меленькие поубираю. Вот здесь немножко оставлю. И прикреплю вот так. Так, к основе. Так, к основе. Раз, раз. Вот, прикреплю. Естественно, прижимаем, чтобы клей схватился. Потом не отодралось у нас ничего. Ждем какое-то время. Так, то есть у нас, смотрите, папоротник такой с одной стороны и с другой. Мы объединили левую и правую стороны. Здесь потом я еще добавлю, вот, скорее всего, как-нибудь вот так. Несколько штучек вниз. Так. Вот каким-то таким вот образом я изогнула, то есть соединила. Я, конечно, сфантазировала здесь сейчас. Вот. А, кстати, хочу показать. Вот такая вот травка пойдет. То есть в весенних композициях, вообще в весенних. Еще раз напомню, очень актуален лимонный желтый и листики, либо осока вытянутой формы. Вот такой вот формы. Очень актуален. Поэтому я сейчас возьму даже, знаете, что сделаю? Из гофрированной бумаги сделаю несколько тоненьких листиков. Не буду много, вот три штучки. Краешки порежу. И скручу. За усиками пронизывает. Так. Открываю. Открываю. Вот такие вот гофрировки, которые получились. Мы сейчас их где-нибудь запустим. Я думаю, вот здесь, вот тут, наверное. Тут вот. Я думаю, поменьше только сделать. Так. Раз. Раз. Слишком длинные получаются. Длинные не надо. Вот такие вот. То есть это все весенние. В весенних букетах не используются ягоды, не используются грибы. Любые искусственные, не искусственные. Не используются сухоцветы ни в коем случае. Вот. Все, что касается весны. То есть вот этого вот ни в коем случае не нужно делать. А вот то, что у нас струящиеся, у нас такой вот все. Это да. Так. Так. Сейчас вот это вот. Здесь с одной стороны. Вот здесь вот. Кончик на термоклей. Засовываю под основу. Вот. Так. Кончик на термоклей. Ювелирная уже такая работа. Работа дизайнера. Так. У нас получается. То есть мы как художники ваяем. Чуть-чуть выгнуть. Так. Что, давайте теперь посмотрим остаться. Еще вот такую же зелень. У меня где-то хвостик был. Вот еще один. Вот. Еще один хвостик такой же используем. Я хочу добавить здесь. Или завитушки добавить. Наверное, завитушки вот такие вот. Ну, посмотрим. Так. Здесь еще добавлю. Так. Здесь вот тут вот хочу добавить немножко. Завершить вот этот уголочек. Уже без цветов красиво. Как же без цветов. Цветов не может красиво быть. Ну, давайте располагать. Значит, одну розочку хочу расположить сюда. Так вот. Сейчас я отрежу хвостик. Прямо маленький хвостик будет. Ну, один сантиметр. Даже, может быть, вот этот вот отрезок придется подровнять. И втыкать будем вот сюда. Направлю я его в сторону. Вот так вот. То есть он будет у нас в сторону наших... Ну, как бы в верхнюю нашу сторону, да, смотреть. Так вот. Я его сюда направила. Так как вылетает, сажаем на термоклей. Проволока из пеноплекса вылетает. Вот я поставила и направила на основу. Ну, девчонки, декорирую я. Не мешайте. А то тут начинайте. Так. У меня процесс такой идет. Начинается обсуждение. Одну сюда розочку. Одну чуть пониже. Вот так размещу. Так, показываю. Значит, одну сюда, одну вот, скорее всего, пониже размещу. Да, вот сейчас я ее воткну. Так. Она у меня будет вместо головки. Вот. То есть эта роза повыше. Дальше пониже розочка. Я даже вот еще пониже сейчас сделаю. Но мы должны закрыть травкой. Сейчас объясню, почему. Вот здесь вот может проглядывать основа. Поэтому сюда нужно что-то закрыть. Чем будем закрывать? У нас, помните, остались после розочек вот такие штучки? Почему бы нам их не использовать? Вот я их сейчас возьму. Вот так вот выверну. Можно даже подрезать. Так. И вот я их в эти прогалы вот сюда вот просто добавлю. Что ж так? Я сегодня как этот, как на цирковой арене. У меня все летает. Так. Открываю розочку. И вот это место, где у нас проглядывается, может быть, пеноплекс виден будет. Кто-то боится этого, да? Вот так вот я ее закрываю. Все, у нас листики закрыли там все. Вот ничего не видно. Еще, значит, смотрите. То есть, в принципе, я могу использовать фунтики. Но только фунтики не большого размера, а более маленького. Что такое фунтик? Наполнитель, имитация травы для букетов из конфет. Кому еще не показывал метод торцевания, показываю. Берем шпажку. Берем какую-нибудь с водой мисочку. Шпажку окунаем. Прикладываем фунтик. Так. На термоклей наносим на основу. Вот я покажу под розочкой, покажу. Приподниму розу и покажу. Вот это место берем и с помощью шпажки вжимаем фунтик в основу. Все. Вот эта имитация нашей зелени полностью закроет все внутри. Но фунтики должны быть только как имитация внутренней подложки. Их видно не должно быть. Ваши идеи я, наверное, ночью читать буду. Так. Осталась еще одна роза. Вот смотрите, у меня, знаете, как получилось? Одна роза сюда, другая вроде как прямо. И куда я должна разместить еще одну розу? Наверное, в эту же самую сторону. Вот так. Сейчас подумаем. Финальная сборка завтра. Ну вот, хорошо, собирайте. Завтра вообще буду рада вашим работам. Потому что... Так, где у меня там шпажка? Я вообще, знаете, девочки, на самом деле жду с нетерпением, когда кто-то что-то с моих занятий делает. Потому что это очень хороший... Ну, даже в эмоциональном плане это хороший ответ тому, чего я даю. Поэтому буду рада появлению ваших бабочек. Так. Вот я сейчас ее положу. Положу так. И потом вот так загну. Вот. То есть вот здесь вот я вот так вот сформировала. Не знаю, почему так получилось, но вот что-то мне захотелось в одну сторону. А здесь я сейчас фиолетово доделаю. Так, наношу... А, уже 11. Все. Девчонки, осталось чуть-чуть. Сейчас доделаем. Беру фунтик. И прогалы закрываю. Метод торцевания называется. Очень хороший метод. Используется очень часто в изготовлении, если нужно что-то забить, какую-то поверхность. Вот я сегодня его здесь буду использовать. Так, теперь у меня вот такие цветочки, которые тоже нужны. Но их расположу следующим образом. То есть я сейчас вот этот цветок расположу вот так. И он будет длиннее. Ну, немножко свисать. Но обязательно посажу его на термоклей. Пусть он у меня чуть-чуть свисает. Так, сейчас я рядом с ним поставлю фунтик. Название такое интересное. Я бы этого человека, кто придумал название фунтика, просто вот, не знаю, поблагодарил. Он такой, просто кайф, когда говоришь. Вот, фунтик, фунтик. Так. Термоклей. И дальше, чуть-чуть подальше. То есть мы делаем такую, как бы, группировку из фиолетовых цветочков. И еще один цветочек вот здесь. Вот. Я цифры делаю методом торцевания. Это органза. То есть фунтики делаются из специальной флористической органзы. Смотрите, какая красота получается. Мне остался еще один. Оля, бабочку закончила. Да ты ж, моя солнышко. Я тебе не перестаю поражаться. Да ты ж, моя красавица. Господи. Олечка, я жду твою бабочку. Кошмар. Такая у меня метеорка. Ночью, наверное, спать не будешь, если не закончишь. Вот что у нас получилось. Четвертый противоположно. Ань, хотела, хотела вот где-нибудь здесь вот сделать. Но вот между розы заположила. Я просто что подумала? У меня уже есть здесь фиолетовый цвет. И я думаю, вообще по-хорошему их можно еще вот сюда. Здесь сделать, тут сделать. Но это уже вы без меня хорошо будете делать. Все, давайте сейчас быстренько наклеим наши красивые бусинки, божьи коровки. Вот, так, что еще? Вот это вот у меня, она у меня зря, что ли, здесь торчала. Вот я сейчас ее посажу сюда. Вот здесь вот, как я обещала, я сейчас сделаю из остатков имитацию элементов папоротника. Я не могу так тоже оставить. Если что, голова будет мелькать. Так. Так, так. Добавим еще вот этих вот листиков. Закроем чуть-чуть. Зелень не стараемся прям разного качества выставлять. Потому что очень часто используют. Вот мы тут прикрыли, видите, я все внутренности все закрыла. Вот, вот, прикрыли, прикрыли. Оставались еще у нас вот такие вот штучки. Вот я сейчас вот эту тоже внутрь. У нас же у розочек есть же такие, значит они будут актуальны. Вот я их еще сюда. Так, это уберем. А соку можно еще запустить. Вот я ее сюда запустила и сюда. Так, божьи коровки. Как же мы без божьих коровок? Вообще, по-хорошему, мы можем еще взять вот эту полосочку. Гофры. И закрутить здесь спиральку. Таким вот образом. То есть сделать такую имитацию, как у бабочки. Есть же пятнышки. Вот. Такую вот спиральку. Я тут делать не буду. Оставлю так. Так, теперь божьи коровки. Беру божьих коровок. Какую-нибудь божью коровку. У меня ползет к цветочку. Так вот. Ей хочется, там, не знаю, нектара. И не нектары. Обязательно на розочку надо. Божью коровку. Вот так. Сколько хотите. Дальше у нас идут... Куда я делаю? Вот такие вот бусинки. Есть бусинки зеленые. Но у меня сейчас зеленых много, да, зелени. Я беру такие розово-фиолетовые. Вот. И еще, если они разного размера, вообще красота. И добавляю несколько штук бусинок. Прозрачные пузырики мои любимые. Девчонки знают, какие. Они всегда классно смотрятся. И один где-нибудь вот здесь. Мы сгруппируем часть там, часть тут. Не знаю. Капельку, капельку, капельку. Где-нибудь вот тут. Вот. И так далее. Дальше. Как хотите, украшайте. Чем хотите, украшайте. Хоть засыпайте все там. Есть у меня вот такие вот бусинки. То есть можно как-то встать. Почему бы и нет. Очень шикарная бусина. Главное, чтобы она у меня никуда потом не вылетела. Здесь вот. Вот. На кончиках усов. Можно на кончиках усов. Вот что у меня получилось. Девчонки, показываю. Вот такая красота. Как вы дальше здесь задекорируете? Вы можете косичкой продолжить вот такие вот спирали. То есть вот этой косичкой просто выложить здесь что-то. Вы косичкой обязательно пройдитесь вот тут. Я уже не могу пройтись, потому что у меня уже время не позволяет. Можете бантики здесь навешать. Где у меня бантик? Где-то у меня был бантик, который я все время показываю. Куда-то я его нашла. Вот, смотрите. Вы можете вот так вот бантик поставить, прикрепить. Такая вот бабочка. Сейчас я переключу камеру, покажу вам саму эту бабочку окончательно. Еще раз. Вот, уже с собой. И... Така не будет уже. Все. Вот такая красота у нас вышла. Ну, какой-нибудь бантик. Лучше, конечно, чтобы он был цвет нашей композиции. Все достаточно просто. Получилась у нас такая вот красивая штука. Нравится? Типа как презентика, но такой вот. Нет, мне тоже нравится. Буду думать, кому задаривать. Такая вот бабочка. Основа на том, на чем она стоит. Можно еще обкрутить чем-то фиолетовым и как-нибудь задекорировать заднюю сторону. Можно надпись сделать поздравительную открыточку, прикрепить сюда. А сюда прикрепить ваш логотип с... либо визиточку. Вот. Так. Все. Девочки, большое вам спасибо. Лариса, спасибо. Я закончила. Вот. Наверное, все я. Так, немножечко вернусь к тому, что я приглашаю, приглашаю, говорю. Я вам уже говорила насчет капелей. Вы все это сможете на продающей странице посмотреть. Если какие-то вопросы возникают, буду рада ответить. Я все. Спасибо за внимание. Спасибо.